позволить тебя сбежать, возглавив его группу. Мы не можем убить его, если вы не хотите уничтожить семью Ланге. Схватите его. Тя был удивлен приказом Бена. Он никогда не думал, что Бен будет скрывать тот факт, что он всего лишь клон. Похоже, Бен действительно хотел поблагодарить его и предупредить. Его подчиненные поспешно окружили тебя. Магическая сила начала колебаться в этом районе, поскольку они были готовы использовать свои навыки, чтобы подчинить себе тебя. Чтобы выиграть время, Тя решил подыграть Бену Ланге и сказал. Раз ты думаешь, что сможешь поймать меня, попробуй. Тя призвал свои волшебные пули и выстрелил в двух человек справа от себя. Двое вскочили и уклонились от него, в то время как остальные трое двинулись вперед. Вскоре он понял, что группа Бена состоит из людей, почти достигших высшего ранга. Их скорость была намного выше, чем он первоначально думал, но медленнее, чем у командира, которого он встретил в лесу Синкс. Тя развернулся и ударил парня позади себя своим пушечным выстрелом, выпустив его силу. Враг оказался лучше, чем он думал, потому что у него было достаточно контроля, чтобы рассеять пушечный выстрел, не пострадав. После этого его рука скользнула сквозь защиту Тя и схватила его за запястье. Тя расширил глаза, когда его подняли в воздух. Противник отбросил его в сторону. Телекинез Тя остановился в воздухе и благополучно приземлился, но два последних человека появились перед ним, ударив его в живот. Бам! Удары были достаточно мощными, чтобы создать ударную волну, когда Тя взлетел в воздух. Несколько раз перекатился по земле и остановился. Он несколько раз кашлянул, глядя на них. Люди, на которых он напал ранее, наконец догнали и приготовились сдерживать его. Тя снова поборолся, ударив рукой по земле. Его телекинез помог ему создать кратер под своим телом. В тот момент, когда его враги потеряли равновесие, Тя развернулся и дотронулся до их горла. Они снова избежали этого, но Тя использовал свой блинг, чтобы появиться позади них, с его руками, поддерживающими инерцию. Другими словами, обе руки продолжали двигаться к шее. Как и следовало ожидать от экспертов, близких к высшему рангу, они остановились и направили свою магическую силу себе в затылок. Когда пальцы Тя коснулись их шеи, магическая сила столкнулась, остановив ее на секунду. Они воспользовались этим шансом, чтобы развернуться и отправить Тя в контратаку, ударив Тя по рукам. К сожалению, им не повезло, потому что Тя исчез, показывая, что он был просто клоном. Что у всех упали челюсти на землю, включая Бена. Вскоре они повернулись к Бену, который первым столкнулся с Тя, но вскоре они обнаружили, что Бен кричит от гнева. Он был всего лишь клоном. Бен сжал кулаки. Он пытался со мной пошутить. Никто из них не мог ответить, так как Бен вел себя так, будто тоже попался на эту уловку. Они не подозревали, что настоящий Тя был уже далеко и превратился в орла. Молодой господин. Один из них шагнул вперед, серьезно глядя на Бена. Что? Его гнев сотрясал его тело, когда последний быстро спросил. Должны ли мы преследовать его? Разве ты не слышал о том, что его клон может уходить далеко от своего тела? Его явно здесь нет. Его клон просто пытался меня запутать. Бен закричал в отчаянии. Тем не менее, мы должны исследовать этот горный хребет динозавров и близлежащие районы. Отлично. Бен ударил кулаком по дереву рядом с ним. Я убью этого ублюдка, если найду его. Все они не могли найти ничего плохого в гневе Бена, думая, что реакция Бена была искренней. Причина, по которой они все это время наблюдали за выражением его лица, заключалась в подозрительности. Энда Ланге попросил их следить за действиями Бена, потому что подозревал, что Бен тайно помогает Теа. И Теа тоже нашел эту связь и предпочел отступить вместо того, чтобы попасть в плен. Несмотря на то, что он мог знать, как они действуют, и впервые увидел Энда Ланге, и раздражал его, показывая, что он всего лишь клон. Он боялся, что Энда Ланге примет решительные меры и убьет его, не заботясь больше о семье Гриффит. В конце концов, в этой стране не было ни одной ветви семьи Гриффит. Он мог просто послать убийцу и думать, что семья Гриффитов не сможет найти след. Взвесив все за и против, Теа в конце концов решил отказаться от этой идеи, зная, что его время еще не пришло. Ему нужно было подождать, пока он не станет достаточно сильным, чтобы начать контратаку. Хотя Бен не понимал мыслей Теа, он знал, что Теа не сделает ничего бессмысленного. Даже на соревнованиях у его действий всегда была причина. Итак, Бен решил довериться ему и сыграл свою роль. Таким же образом он поблагодарил Теа. Пока они были в замешательстве, Теа продолжал улетать. Оглянувшись назад, Теа пробормотал про себя. Если Бен Ланге ведет себя противоречиво со своими подчиненными, это может означать, что они не на одной стороне. Семья Ланге хочет убить меня, но я знаю, что это Энда Ланге. Если это так, значит, слова Бена Ланге были искренними, значит ли это, что семья Ланге окружила мой дом. Если это так, я должен уехать, и я не думаю, что Ава сможет больше оставаться в этом доме. Если семья Ланге найдет Аву, они могут ее схватить. В худшем случае ее мать поведет множество монстров, чтобы сравнять с землей Терсланд. Это то, чего я не хочу видеть. Теа на мгновение замолчал. Тем не менее, эта ситуация отстой. Теперь мне некуда идти и повышать уровень. Покинуть эту область означает, что мне нужно по крайней мере неделю или две, чтобы пройти туда и обратно эту область всего на семь уровней. Что мне делать, думал Теа во время полета. Ему потребовался час, прежде чем он понял, что остается один вариант, и он летит прямо туда несколько часов спустя. Луна взошла над их головами, и Теа наконец добрался до места назначения с измученным лицом. Он несколько раз задохнулся и упал на колени, обильно вспотев. В середине путешествия он вернулся в нормальное состояние, перестал использовать телекинез и продолжил путешествие пешком, полагаясь на свою выносливость. Это позволило ему добраться до этого места, не исчерпав всю свою магическую силу. Тем не менее, это истощило его выносливость, учитывая, что он мчался с большой сумкой на спине. В настоящее время он наступил на камень оранжевого цвета. Позади него была огромная равнина без деревьев и монстров. Однако, когда он посмотрел вперед, то обнаружил каньон, тянущийся из одного угла в другой. Каньон имел глубокие, узкие долины с крутыми склонами, разбросанными повсюду. Он также нашел несколько монстров, спящих, сражающихся и занимающихся другими делами на вершинах утесов, как и он. К счастью, они занимались своими делами, и никто еще не нашел его. Тя просто хотел отдохнуть после всего этого и собирался искать это место, но вскоре его поприветствовал мужской голос. Человек, я не думаю, что это место для тебя. Он инстинктивно обернулся и увидел перед собой лису черного цвета. Хэм. Его сердце ёкнуло, когда Тя схватил свое копье, направляя его на него. Тя закричал про себя. Откуда он взялся? Я слишком устал, чтобы даже заметить его. Тебе не нужно поднимать бдительность передо мной. Лиса покачала головой. Ты гость нашей королевы. Хотя я думаю, что ты не годишься для того, чтобы выйти за пределы этой скалы. Тя мгновенно узнал личность лиса, как только он упомянул свою королеву. Ты. Да. Я проводник, которого королева попросила быть рядом. Лиса кивнула. Немногие люди знают о моем присутствии, поэтому, если вы не эксперт высшего ранга, вы не поймете, что я стою позади вас. Тем не менее, я должен спросить. Зачем вы пришли сюда? Тя смотрел на эту лису в один фут высотой и в три фута длиной, глотая глоток. Он глубоко вздохнул, чтобы успокоить свое сердце, и объяснил. Мне не хватает нескольких уровней, и мои враги устроили мне засаду в этом месте в нескольких часах отсюда. Я не думаю, что смогу продолжать повышать уровень там. Значит, ты выбрал это место для повышения уровня? Черный лис прищурил глаза. Я могу только попросить тебя уйти. Это место слишком много для тебя. Но... Лисица остановила его, сказав. Я знаю, что ты в отчаянии, но твоей силы недостаточно, чтобы бросить вызов этому месту. Я могу позволить тебе остаться у меня сегодня на ночь, но я хочу, чтобы ты ушел завтра и вернулся после того, как достигнешь требования. Вот в чем проблема. Я могу умереть в этом месте. Разочарованно объяснил Тя. Черный лис покачал головой. Тебе нужно стать сильнее, чтобы сразиться даже с одним ублюдком, живущим в этом месте. Тя стиснул зубы, зная, что существа в этом месте были монстрами как минимум четырестого уровня. Я могу сразиться с ними, если только один на один. Сказал Тя, поднимая копье. Моей атаке удалось ранить земляного дракона. Черный лис закрыл глаза, словно созерцая состояние Тя. Ты уверен, что хочешь умереть здесь? Нет. Здесь я стану сильнее. Тя покачал головой. Это лучше, чем пять человек, которые хотят меня убить. Если я здесь. Лиса уже поняла его намерение. Мне нужно будет защитить тебя. Ха. Тя не ответил ему, но это был его план. Поскольку проводник должен был ждать, пока он не выполнит требования. Бен и его группа не доберутся до этой области. Горный хребет динозавров действительно был огромной территорией, но он устроил небольшой переполох в том месте, где пересекал его. Он боялся, что группе Бена удалось выследить его с помощью этих волнений. Вот почему он принял это трудное и глупое решение. Черный лис задавался вопросом, что ему делать в этой ситуации. Он проверил выражение лица Тя, поняв, что Тя говорит серьезно. Он также понял, что единственный способ защитить Тя – это охотиться внутри каньона. Тя не имел права просить его о помощи за пределами этого места. Ты глуп, человек. Я знаю. Тя без колебаний кивнул. А еще ты смелый и сумасшедший. Лиса посмотрела Тя в глаза. Даже тогда я все равно должен попросить тебя покинуть это место и вернуться в район этих острозубых ублюдков. Район, который он упомянул, был ничем иным, как горным хребтом динозавров. Тя стиснул зубы, понимая, что его усилия бесполезны. Тем не менее, лисица продолжила. У этого каньона есть другое имя. Мы называем это место Дворцом Королевы. Очевидно, нам не понравится, что посторонний, вроде тебя, убивает здесь других. Хотя, я могу провести тебя на другой конец этого каньона завтра, позволив тебе выйти из этого места в противоположном направлении. Даже если твои преследователи придут, у них не будет достаточно времени, чтобы обойти этот район. Они не будут быть в состоянии воспроизвести то, что вы делаете, так как они найдут кровь только в том случае, если осмелится это сделать. Тя открыл рот от удивления, вспоминая свою информацию о районе на другом конце провода. Хотя это означало, что у него не было времени убить тираннозавра для миссии, он должен был достичь своей цели в течение недели, если остался там. В конце концов, враги внутри этого места были близко к 400 уровню. Чтобы обойти это место в одиночку, потребуется как минимум три дня, не говоря уже о том, что им нужно рассредоточиться, чтобы найти его зацепку. Им потребовалось более семи дней, чтобы найти его. Это было намного лучше, чем драться в этом месте. Я понимаю. Тя кивнул головой. Спасибо. Не нужно меня благодарить. Я просто делаю свою работу. Лиса покачала головой. Следуй за мной. Я дам тебе место для сна, так как тебе понадобится целый день, чтобы пересечь это место. Тя кивнул с серьезным лицом. Тя последовал за лисой, внимательно осматривая окрестности. Хотя у него была гарантия от королевы, он не знал, что сделает лиса. К его удивлению, лиса спрыгнула со скалы. Он поколебался секунду и решил сделать то же самое. Он смягчил приземление своим телекинезом и огляделся, обнаружив несколько монстров, бродящих по местности. Однако лиса выпустила из своего тела дым черного цвета, окутав их. Несмотря на то, что дым был слабо рассеян, и Тя по-прежнему без проблем мог видеть снаружи, им удалось пройти через это место незамеченными. Лисица продолжала бежать еще несколько минут, прежде чем остановилась перед холмом с пологим склоном. Он поднял голову, глядя на большую дыру посреди холма. Вот это место, сказала лиса, подбегая к норе. Тя последовал за ним и вошел в черную пещеру. Когда он собирался использовать свое обычное ночное зрение, чтобы видеть в этой темноте, он заметил свет, исходящий изнутри. Свет был достаточно сильным, чтобы освещать все вокруг, позволяя ему видеть соломинки и сухие ветки. Тя замолчал, задаваясь вопросом, все ли в порядке. Он следовал за монстром, которого никогда не знал, что делало его уязвимым. Тем не менее, лиса была достаточно сильна, чтобы незаметно приблизиться к нему. Если лиса решила убить его, он мог понять это только после того, как укусил его за шею. Ну, я бы умер, если бы противоположная сторона не была кем-то, кого послала королева. Думаю, сегодня вечером я буду в порядке. Думал Тя, оценивая свое положение. Оказалось, что пещера внутри утеса была больше, чем он думал. Его форма напоминала блок, но по размеру он был вдвое больше его спальни. Над ними была щель, позволяющая лунному свету освещать пещеру. Он подумал, что этого должно быть достаточно, учитывая, что лиса была маленькой. К его удивлению, из комнаты внезапно выбежали три черных лиса поменьше, чтобы поприветствовать того, кто был рядом с ним. Но вскоре они остановились, когда увидели Тя, идущего с ним. Триа открыл рты от удивления, когда их тела задрожали, задаваясь вопросом, что им нужно делать. Каэр. Лисы уставились на Тя, поднимая свои тела, готовясь наброситься на него. Черный лис явно понял их опасения и ответил. Каэр. Три лисы остановились и посмотрели на него, прежде чем развернуться и убежать. Тя был ошеломлен, глядя на трех лисиц поменьше. Ваши дети, моя радость. Лиса самодовольно улыбнулась и продолжила идти. Входи. Тя понял, что лиса настоящая. Он осмелился привезти его в собственный дом, чтобы познакомиться со своими детьми, которые были слабее Тя. Это означало, что Тя мог сделать что угодно со своими детьми, сделав их заложниками. В то же время это также завоевало доверие Тя, потому что он знал, что лиса доверяет ему достаточно, чтобы показать все это. Спасибо. Тя улыбнулся. Не нужно меня благодарить. Ты человек, которому доверяла королева. Я знаю, что ты ничего не сделаешь. Он покачал головой, взглянув на свою правую руку, как будто заметив символ на своей ладони. Тя молчал и следовал за ним, пока они не достигли комнаты. Вскоре он заметил, что выходит еще один черный лис. В отличие от более мелких, эта черная лиса высоко подняла голову, глядя на них двоих. Ка-р-р. Лиса рядом с Тя быстро объяснила их ситуацию, и вскоре она опустила голову, как будто понимая ситуацию. Она вернулась внутрь, чтобы позвать маленьких лисиц, в то время как черный лис рядом с ним указал на стену справа от них. Подписывайтесь на меня. Тя кивнул и огляделся, обнаружив, что пол заполнен соломой. Казалось, что оно изолировано грязью и листьями, задерживая тепло внутри. Лис вдруг остановился и сел, прося тебя сделать то же самое. Королева дала мне имя в прошлом. Можешь звать меня Асран. Я теневой лис. Они моя жена и дети. Я здесь, чтобы защитить этот регион, где живет королева. Я Теодор Гриффит. Можешь звать меня Теа. Теа представился с торжественным лицом. Я не думаю, что мне это нужно, но я думаю, что это нормально. Асран кивнул. Вы будете спать здесь, или, если вам неудобно, вы можете немного выйти на улицу, чтобы избежать всех этих острых предметов. Все в порядке. У меня с собой тонкий матрас, так что не думаю, что у меня возникнут здесь проблемы. Хорошо. Затем Асран обернулся, увидев трех маленьких лисиц с большим любопытством приближающихся к Теа. Они подошли к Теа с телами, прислоненными к спине, готовыми убежать, если что-то пойдет не так. Теа не знал почему, но без раздумий протянул им руку. Лисы отскочили назад и испуганно посмотрели на Теа. Их тела тряслись, но вскоре они поняли, что Теа ничего не делал. Увидев, что их отец остался рядом с ним, все трое постепенно подошли к руке Теа и начали обнюхивать. Это мои сын и дочери. У них нет имен, и я ценю, если ты не назовешь их. Асран представил их и предупредил Теа. Я понимаю. Теа кивнул. Хотя он не понимал правила именования, он не интересовался этой информацией, так как это было бы неуместно, учитывая, что другая сторона укрывает его в своем доме. Удивительно, но через некоторое время лисы начали лизать ему руки, немного знакомясь с Теа. Увидев их реакцию, Асран решил развернуться и уйти. Я иду к жене. Все трое снова заколебались, когда отец оставил их наедине с Теа. Они не знали, что их отец пытался все объяснить жене, включая отношения Теа с алчностью. Когда он вернулся, чтобы проверить Теа, он увидел, что Теа сидит в позе лотоса, восстанавливая свою магическую силу. Тем временем его сын спал на макушке Теа, а его дочери чуть не уснули у него на коленях. Асран был ошеломлен, когда увидел эту сцену, и не мог не сказать, что здесь происходит. Его дети, которые с подозрением относились к Теа, вдруг за считанные минуты стали такими удобными на следующий день. Теа поспешно собрал все свои вещи, потому что ему нужно было уйти как можно скорее. Удивительно, но три лисы выглядели очень грустными, когда узнали, что Теа собирается уйти. Возможно, из-за того, что он привык к тому, что рядом с ним находится Эва. Лисы чувствовали себя рядом с ним немного безопаснее, но в итоге Теа оставил их. Даже Асрану было любопытно, почему его дети так себя ведут. После этого Теа и Асран отправились через каньон. Удивительно, но Асран, казалось, знал путь, по которому не ходил ни один монстр, что позволяло им пройти мимо них, чтобы никто не заметил. Тем не менее, Теа удалось увидеть различных монстров издалека. Был монстр, который выплеснул воду из маленькой реки и оставил след длиной в 50 футов без воды за одну атаку. Был еще один, который вызвал дрожь на земле всего одним топотом. И было даже существо, вызвавшее оползень. Хотя они не допускали, чтобы посторонние сражались с ними, раз преразрешались. Отсюда и такая ситуация. Теа был удивлен, потому что все эти монстры были экспертами высшего ранга. На самом деле, половина населения этого места была экспертом высшего ранга. Возможно, у них не было способности думать или говорить, как у монстров редкого класса или даже у монстров общего класса, но они, безусловно, обладали способностью причинять столько разрушений. Во время прогулки Асран напомнил ему об одной вещи. Если вы убиваете окружающих вас существ, пожалуйста, не убивайте ни родственных или тех, кто не может принести вам пользу. Мы никогда не запрещаем драться или убивать друг друга, но мы надеемся, что никто не убивает юнлингов. Будет время, когда они вырастут и заменят тех, кто умер. Если нет, то в будущем может наступить время, когда наше население значительно уменьшится. Я уверен, что вы тоже этого не хотите. Асран взглянул на Тиа. Тиа закрыл глаза и понял, о чем он говорит. Меня они не интересуют. Я пощадил сотни муравьев, которые только что вылупились по дороге сюда. Это хорошо. Асран почувствовал облегчение. Они продолжали идти еще несколько часов, пока Тиа, наконец, не достиг другого конца каньона. Стоя на вершине утеса, Тиа смотрел на бескрайние луга, простиравшиеся до самого горизонта. Это место может быть более опасным для тебя, но оно может укрыть тебя от твоих преследователей. И тебе не нужно будет заботиться о монстрах из этого места. Асран указал на дно. Монстры вокруг этого каньона не появятся, поэтому вы можете разбить свой лагерь рядом с этим каньоном на ночь. Только убедитесь, что вы не взбираетесь на скалу. Я понимаю. Спасибо за все. Тиа кивнул с серьезным выражением лица, обнаружив несколько монстров, бродящих по пастбищам. Я буду ждать вас здесь, как обычно, но, поскольку я знаю, что вам ничего не угрожает, оставаясь здесь. Я не буду здесь все время, как вчера. Я буду проверять вас каждую ночь. Хорошо. Тиа улыбнулся и помахал ему рукой. Увидимся позже. Прежде чем дождаться ответа Асрана, Тиа спрыгнул со скалы и использовал свой телекинез, чтобы приземлиться на землю. Он поставил свой багаж и выбрал лишь несколько вещей, которые могли бы ему помочь. Была одна причина, по которой он решил избавиться от своего тяжелого багажа. Монстры вокруг этого места, может, и не жили стаей, но и не так уж далеко друг от друга. Если он не сможет убить монстра достаточно быстро, он наверняка найдет другого монстра, приближающегося к нему. Теперь, когда он потерял большую часть веса, Тиа потянулся и побежал к пастбищу со своим клоном. Мало ли он знал, он все еще недооценивал монстров в этой области. Тиа нашел своего первого врага на травяной равнине Сумра. Имя. Ринга. Уровень. 300-90-400. Скоростной зверь с необычайной подвижностью. Глядя на этого четвероногого монстра, Тиа помрачнел. Чудовище было 3 фута в высоту и 10 футов в длину. Тело было покрыто черной кожей, но покрыто шипами. Хвост был длиной в 1 фут, но кончик казался выпуклым. В сочетании с шипами, покрывающими его тело, хвост был похож на булаву, готовую разорвать его тело на части. Монстр стоял высокий, как у тигра, но, казалось, не отступал, когда собирался броситься на него. Он просто начал бежать, увеличив свою скорость с нуля до максимального предела менее чем за секунду. И прежде чем Тиа это понял, чудовище уже было перед ним. Тиа цокнул языком и увидел, что его лапа стала зеленой, собираясь его растоптать. Мигни. Тиа избежал этого с помощью блинка, но Ринго просто развернулся и рассеял энергию на своей ноге, бросившись на Тиа. Клон Тиа пробрался между ними и вонзил копье. Словно зная личность клона Тиа, Ринго остановился. Что это за изменение темпа? Пробормотал клон Тиа. Этот зверь чувствует, что манипулирует импульсом. Он был немного расстроен, потому что его копье не могло достичь зверя, поэтому он побежал вперед с копьем впереди. Ринго поспешно отошел в сторону и исчез. Тиа, обернувшийся и наблюдавший за всем этим, махнул копьем вправо, где чудовище внезапно появилось вновь. Пушечный взрыв. Ринго избежал этого, убегая от этой атаки, воспользовавшись своей скоростью, чтобы избежать атак Тиа. Тем не менее, клон Тиа использовал свой блинк, чтобы появиться перед глазами Ринго, размахивая копьем, несомым более ранним импульсом. Как и в описании, Ринго совершил еще один маневр, споткнувшись о землю и поскользнувшись на траве. Он опустил голову и прошел мимо клона Тиа. Тиа и его клон стиснули зубы, понимая, что Ринго отличается от всех монстров, с которыми он сражался до сих пор. Тем временем Черный Лис все еще наблюдал за Тиа с вершиной утеса. Он пробормотал. Это путь, который ты выбрал. Жители этого луга уступают только обитателям этого каньона. Я сказал тебе продолжать охоту в районе этих острых клыков, но ты отказался. Сможешь ли ты выжить или нет, я буду ждать твоего возвращения. Тиа понял, что подвижность монстра превосходит все, с чем он сталкивался до сих пор. Его постоянно меняющийся темп был неприятным даже для него. Это его уровень всего на 10-20 выше, чем у монстров в горном хребте динозавров, но они, кажется, намного сильнее их. Динозавры даже не смогли избежать моей атаки. Тиа призвал свои волшебные пули и выстрелил в Ринго. Все 40 волшебных пуль полетели в сторону Ринго, окружив его со всех сторон. Ринго просто двинулся вперед, чтобы избежать их всех. К несчастью для него, волшебные пули выследили их. Они автоматически преследовали Ринго, не давая ему сбежать. Монстр просто молча смотрел на пули, убегая. Он сделал несколько поворотов влево и вправо, но вскоре заметил, что пули продолжают преследовать его. К счастью, его скорость оказалась выше их и расстояние между ними продолжало расти. Если нет, то волшебные пули рано или поздно могут поразить его. С волшебными пулями в хвосте Ринго начал кружить по лугу, пытаясь стряхнуть волшебные пули. Однако Тиа и его клон подошли к нему, пытаясь остановить его. Ринго уже издалека увидел их фигуры и повернулся боком. Тиа явно не позволил ему и продолжал следить за его движением, чтобы остановить его. Его клон даже растоптал землю своим пушечным выстрелом, образовав воронку, из-за которой Ринго потерял равновесие. К его удивлению, Ринго продолжал бежать по воздуху, совершенно не затронутой воронкой, что Тиа расширил глаза. Чудовище ступает по воздуху, как будто бежит по земле. Ринго не мог понять слов Тиа и продолжал двигаться вперед, не обращая на него внимания. Затем он бросился к Тиа, как будто у него был план. Тиа подумал, что это его шанс, и поднял копье, планируя ударить его. Но ему пришлось отказаться от этого плана, когда клон Тиа заметил недалеко от них движущуюся траву. Клон Тиа поспешно пробрался между ними и увидел, что к ним приближается еще один монстр. Монстр был маленькой белой крысой, которая, казалось, испускала белый свет из своего тела. Крыса была маленькая, так что белый свет не сиял так ярко, когда трава покрывала ее. Когда клон Тиа стоял перед крысой, белый свет переместился с тела монстра на землю. Видя, как он продолжает двигаться к нему, Тиа использовал свой телекинез, чтобы сокрушить этот свет, надавив на него сверху. Но свет продолжался, как ни в чем не бывало, заставляя Тиа отойти. Настоящий Тиа тоже знал приближающийся свет и отпрыгнул назад. К его удивлению, монстр смог координировать свои действия с помощью этого метода. Как только Тиа отошел, Ринго поспешно бросился на Тиа и ударил его обеими ногами. Тиа поднял свое копье и заблокировал его, но сила все равно повалила его на землю. Ха. Стиснув зубы, Тиа поспешно поднялся, но вскоре увидел приближающиеся волшебные пули, преследующие Ринго. У него не было выбора, кроме как снова лечь, пока все пули не миновали его. Что? Тиа просто не мог поверить в то, что произошло. Он обнаружил три нелепых факта о своих первых двух монстрах. Ринго мог использовать собственную атаку Тиа, чтобы поразить его. Это было немыслимо для других монстров. Кроме того, Ринго начал работать вместе с крысой, что позволило ему совершить скоординированную атаку. Обычно, если Тиа сражался против нескольких монстров, если только они не принадлежали к одному виду, монстры нападали на него по своему усмотрению, не заботясь о других монстрах. Однако Ринго перед ним, безусловно, заботился об этом, и мышь знала, что он применит эту атаку. Что это? Тихо пробормотал Тиа. Теперь они могут работать вместе. Он получил свой ответ в виде действия. Мышь, нацеленная на клона Тиа, подпрыгнула в воздух и ярко засияла, освещая поле. У Тиа и его клона не было другого выбора, кроме как использовать свое осознание, закрыв глаза. Однако Ринго продолжал беззаботно врезаться своим телом в Тиа. К счастью, Тиа успел вовремя использовать свой блинг и избежать атаки Ринго, но этого было достаточно, чтобы понять, что монстры могут помогать друг другу. Волшебное усиление. Тиа планировал одолеть монстра, чтобы победить одного из них, поэтому он влил магическую силу в свой телекинез, что привело к более сильному толчку. И он использовал его, чтобы запустить мышь в воздух, позволяя клону Тиа убивать. Клон Тиа двинулся вперед и вонзил свое копье, но мышь снова засияла, ослепив глаза клона. Даже Тиа не мог видеть, в результате чего они оба инстинктивно закрыли глаза. Мышь закончила тем, что повернула его тело и использовала копье Тиа как точку опоры, чтобы ударить его по лицу. Тиа также столкнулся с атакой Ринго, просто обогнув его, позволив волшебным пулям поразить его. Бум! Все произошло в одно мгновение. Клон Тиа отбросило ветром, и он несколько раз перекатился по земле. Хотя это правда, что у него не было никаких травм на лице из-за того, что он заблокировал удар в последнюю минуту, его копье все еще было отбито. С другой стороны, настоящему Тиа удалось остановить все приближающиеся магические пули. Затем Ринго развернулся и растоптал клона Тиа, прежде чем тот успел прийти в себя. Тиа постепенно открыл глаза, так как они все еще болели из-за этого яркого света. Ух! Думать, что мой клон станет моей слабостью в этот момент. Он никогда не ожидал, что общие чувства между ним и его клоном станут смертельным оружием, которое потенциально может убить его в будущем. Думаю, я должен сказать, что мне повезло найти это сейчас. Тиа цокнул языком и посмотрел на двух монстров. Но, кто бы мог подумать, что монстры могут повторять движения друг друга, особенно если они принадлежат к разным видам. Даже координация динозавров была не такой хорошей. Ринго и мышка начали двигаться в его сторону, как только уничтожили клона Тиа серьезно. Тиа не мог не пересмотреть свой выбор сражаться здесь. Бороться с динозаврами было намного проще, чем это. Прежде чем они прибыли, Тиа снова призвал своего клона и отправил его к мышке. Когда крыса снова начала фокусироваться на своем клоне, Тиа выпустил свои волшебные пули и ударил по земле. Бум! Грязь вздымалась, создавая дымовую завесу. У Ринго не было другого выбора, кроме как войти в него, но Тиа так и не появился в его видении. Он знал, что Тиа был внутри дыма, но не мог найти его точное местонахождение. Когда он подумал о том, чтобы покинуть эту опасную зону практически без видимости, удар попал ему в челюсть, подбросив его в воздух. Удар создал достаточную ударную волну, чтобы рассеять дым, открыв внешность Тиа. Оказалось, Тиа пытался понизить свой центр тяжести за счет снижения роста. Единственный способ сделать это – превратиться в другую форму. Единственное животное, которое он еще не использовал за все это время – обезьяну. У обезьяны был темно-коричневый мех, который мог скрыть его тело в такой ситуации. Его рост был меньше половины первоначального роста Тиа, но его руки были достаточно длинными, чтобы соответствовать его человеческим рукам. Это позволило Тиа обойти защиту Ринга и ударить его. «Я наконец-то использовал эту форму обезьяны», – пробормотал Тиа, подняв зрение. Он не хотел, чтобы у Ринга был шанс выздороветь. Следовательно, Тиа вернулся в свою человеческую форму и схватил копье, которое он ранее подбросил в воздух. После этого он использовал свой телекинез, чтобы запустить его в Ринга, пронзив его тело. Крыса, казалось, разозлилась, когда пробежала мимо клона Тиа и попыталась его поцарапать. Тиа улыбнулся и превратился в рыбу, падающую на землю. Благодаря маленькому телу он легко избегал мышиных когтей. Как только он коснулся земли, он взмахнул хвостом и подбросил его обратно в воздух, прежде чем превратиться в тигра и наброситься на крысу. Крыса обернулась и ярко засияла. Тиа цокнул языком и посмотрел вниз, чтобы не ослепить глаза. Тиа, воспользовавшись этим шансом, крыса замахала когтями. Четыре пары белых энергий в форме полумесяца взлетели в воздух и чудесным образом остановились под Ринга, превратившись в его точку опоры. Что? Тиа расширил глаза, не веря в то, что только что произошло. Разве эта атака не была энергетической волной или что-то в этом роде? Она должна была кого-то задеть. Несмотря на все эти слова, Тиа видел, как крыса превратила их в платформу, на которую можно было безопасно наступать. Он мог изменить форму своей атаки. Это отличается от использования инматион, материализатион или экстерналфлов. Тиа ахнул. Прежде чем он смог их заметить, Тиа обернулся, когда увидел, что клон смотрит на двух приближающихся монстров. Это были одноглазые гуманоидные монстры. У них была зеленая кожа и один белый рог на голове. Держа свою деревянную дубинку, которая казалась стволом дерева, они побежали к Тиа. Глядя на этих десятифутовых монстров, Тиа встревожился, потому что вскоре он понял, что чем дольше он будет их убивать, тем больше врагов ему придется встретить. Тем не менее, разум Тиа все еще был занят техникой мыши. Каким-то образом это дало достаточно информации, чтобы расшифровать то, что произошло в прошлом. Подожди. Тиа холодно вздохнул. В его голове прокручивались три сцены. Первым был разговор с Неллой. Тогда Нелла рассказала ему о материализации. Если бы это была обычная материализация, он бы не стал прокручивать эту сцену в уме. То, что показало ему Нелла, оказалось более изощренным, чем он думал изначально. Нелла высвободила свою магическую силу в большом количестве, что позволило ей создать объект исключительно из своей магической силы. Возможно, тогда у него не было достаточного контроля над своим внешним потоком, но он продвинулся так далеко и почти достиг мастерского уровня контроля. У него определенно было качество, чтобы сформировать это. Все это время он был слишком сосредоточен на своем пушечном выстреле, чтобы понять это. Я могу сконцентрировать свою магическую силу и сформировать из нее что-то. Сама по себе магическая сила может быть невидимой, но она определенно может стать видимой, если я соберу достаточно магической силы в определенной области. Теа стиснул зубы. Второй образ в его сознании был его хозяином, сражающимся с черепахой-призраком, которая чуть не убила его и Алию. Она сказала, что использовала материализацию, чтобы сформировать маленькую нить, соединяющую молнию с ее копьем. Это означало, что он мог формировать все с помощью магической силы, пока у него был достаточный контроль. Теа инстинктивно поднял руку и притянул ее ближе. Имея всего несколько дюймов между двумя руками, Теа использовал свой внешний поток, чтобы собрать большое количество магической силы, создав шар синего света размером с ладонь между двумя руками. И последнее изображение было о Фенрире. Он всегда думал, что ему нужен мощный контроль над его магическими пулями, чтобы проникнуть сквозь землю. Но все оказалось проще, чем он думал. Фенрир покрыл волшебные пули еще одним слоем. Он придал первому конусообразную форму, пробурив землю и защищая волшебные пули. Это позволило ему послать волшебные пули сквозь землю. Теа вспомнил, что он говорил ему о формах. Он продекламировал ее тихим голосом. Никогда больше не зацикливайся на одной форме. Вместо того, чтобы использовать ее как норму, лучше, если я получу некоторое представление обо всем оружии. Прочитав его, он стиснул зубы от волнения. Потому что у каждого оружия есть свое предназначение. Меч используется, чтобы рубить и колоть, а булава используется, чтобы сокрушать. Если это так. Теа глубоко вздохнул, уставившись на свою концентрированную магическую силу. Он использовал свой контроль силы и материализацию, чтобы превратить концентрированную магическую силу в маленькое копье без каких-либо деталей, кроме лезвия и рукояти. Это не отняло у него слишком много концентрации, и Теа удалось подняться с земли, повернувшись к первому едва дотянувшемуся до него одноглазому монстру. Он направил маленькое копье в одноглазого монстра. Последний ударил по земле своей дубиной, и из земли возникла стена грязи, ставшая щитом. Однако Теа уже знал результат еще до того, как концентрированная магическая сила коснулась стены. А копье привыкло пронзать. Сконцентрированная магическая сила пронзила стену, а также глаз монстра за ней. Ругах одноглазый монстр закричал от боли, став символом своего успеха. Внезапно одновременно появилось четыре уведомления, поскольку все они пришли от четырех разных людей. Бог озорства доволен вашим развитием. Слишком долго, чтобы понять этот простой трюк. Интересный. Хорошая работа Теа слегка приподнял брови, когда увидел эти четыре уведомления. Он узнал их всех. Бог озорства был таким же формальным, как всегда, так что не было никаких сомнений, что это был он. Тот, кто, казалось, содержал разочарование, должен был быть Фенрером, поскольку он всегда злился на него без видимой причины. Тот, кто искренне восхвалял его, был змеем, а тот, кто интересовался им, должно быть Богиня Смерти. Теа не мог не улыбнуться, когда понял, что они все еще наблюдают за ним. Тем не менее, что больше всего его смутило, так это период молчания после того, как Богиня Смерти использовала свое владение преисподней. К сожалению, у Теа не было времени заняться этим прямо сейчас. Что ему нужно было сделать, так это убить монстров вокруг него с помощью этой вновь обретенной силы. С волнением, наполнившим его сердце, Теа поднял руки и влил огромное количество магической силы в щель между ладонями. Прежде чем крыса или ринга успели что-либо сделать, Теа сформировал еще одно маленькое копье из магической силы и метнул его в другого одноглазого монстра. Идти закричал Теа, поднимая свой боевой дух. Увидев, что его друг не может его заблокировать, одноглазый монстр решил поступить по-другому. Он топнул по земле и образовал один слой грязной стены, но вместо того, чтобы ждать этого, он предпочел отпрыгнуть в сторону, активно избегая копья Теа. К несчастью для него, Теа также приложил что-то особенное к своему энергетическому копью. Вместо того, чтобы отпустить копье в одиночку, прямо за копьем летела вереница волшебных пулей. Хотя он не мог повторить то, что Фенрер сделал со всеми двадцатью волшебными пулями, он смог сформировать одно копье, чтобы послать все эти волшебные пули. В тот момент, когда копье пронзило стену, волшебные пули проскользнули мимо нее. Именно тогда активировалась способность отслеживания волшебных пулей. Алмагец Буллиц внезапно повернули налево и последовали за одноглазым монстром. Одноглазый монстр широко раскрыл глаза, даже не ожидая найти все эти пули. В то же время он не мог увернуться, потому что просто прыгнул в сторону. Единственное, что он мог сделать, это поднять свою дубину, чтобы защитить глаза. На лице Те появилась улыбка, когда он схватился за руку и сказал «Разойдись». Волшебные пули внезапно разошлись на несколько дюймов во всех направлениях, избегая дубинки. После этого способность отслеживания оттянула все волшебные пули назад и попала в тело монстра в 20 разных точках. Бум-бум-бум. Они взрывались один за другим, некоторые даже пробивали кожу одноглазого монстра. Гуара. Одноглазый монстр закричал от боли, терпя боль, сотрясавшую все его тело. Слепой одноглазый монстр услышал рев товарища, но не смог его найти. Тем временем Ринга и Крыса пытались помочь им, привлекая внимание Теа. Это было, когда клон Теа снова появился со своим копьем. Оказалось, что клон Теа все это время молчал из-за того, что проскользнул мимо них всех, чтобы подобрать копье с земли. Теперь, когда копье было в его руке, клон Теа призвал свои волшебные пули и нацелился на Крысу. Крыс расширил глаза и замахал когтями, превратив собственные световые волны в небольшую платформу, которая ловила все пули. Он и не подозревал, что клон Теа излил магическую силу и выстрелил еще одним энергетическим копьем. Копье не могло удержаться на легкой платформе и продолжало лететь вперед. Крыса в шоке открыла рот, когда копье пронзило его живот. Из-за его небольшого размера небольшого копья, созданного Теа, было достаточно, чтобы уничтожить весь желудок. Крыса сплюнула кровь, когда его тело рухнуло на землю. Убил светлую крысу. Експ 40-0-90. Теа не мог не улыбнуться и погнаться за ринга. Тем временем настоящий Теа уже бежал к слепому одноглазому монстру, планируя его прикончить. Слепому одноглазому монстру удалось почувствовать Теа и махнуть дубиной в сторону. Теа прыгнул в воздух и призвал еще одну волну волшебных пулей, обрушив на одноглазого монстра дождь. Бум! Гуарага. Одноглазый монстр взвыл от боли и упал на колени. Тем не менее, он все еще сохранял достаточно силы, чтобы сделать еще один удар и ударить Теа. Теа использовал свой телекинез, чтобы столкнуть его, избегая атаки одноглазого монстра. После этого он вонзил свое копье в спину монстра, используя свой пушечный выстрел. Энергия рассеялась и разорвала кожу монстра. Кровь хлынула из раны и повалила тело монстра на землю. Теа воспользовался этим шансом, чтобы запрыгнуть на монстра и перерезать ему шею. Затем голова упала на землю, из ее тела вытекала кровь. Убил зеленого циклопа. Експ 41010. Двое вниз. Теа повернулся к другим циклопам и увидел, что он подходит. Хорошо. Мне не нужно проходить весь путь, чтобы победить тебя. Теа улыбнулся и бросился к нему. Волшебные пули. Тело циклопа задрожало на долю секунды после того, как он увидел эти волшебные пули. Эта атака могла стать для него психологической травмой, учитывая, что его тело было покрыто кровью из-за волшебных пулей. Но даже тогда циклоп продолжал двигаться вперед и врезался в землю. Появилась еще одна стена, пытающаяся заблокировать атаку Теа. Затем циклоп взобрался на стену и прыгнул в воздух, планируя ударить Теа, используя его вес и силу. К несчастью для него, волшебные пули выследили их. Все они выгнулись вверх и снова ударили циклопа. Словно почуяв их, циклоп разбил волшебные пули своими дубинками и уничтожил их всех. Как и ожидалось от монстра такого уровня, Теа улыбнулся и запустил тело мертвого циклопа вместе со своей дубиной, используя свой телекинез. Циклоп открыл рот от удивления, потому что он никогда не ожидал, что Теа будет настолько бессовестным, чтобы использовать мертвое тело в качестве своего оружия. Тем не менее, он ударил тело и дубинку о землю, хотя Теа воспользовался этим шансом, чтобы появиться позади циклопа, вонзив свое копье. Пушечный взрыв. Циклопу каким-то образом удалось развернуть его тело и заблокировать атаку Теа своей дубиной, которая, казалось, была освещена зеленым светом. Однако сила заставила его рухнуть на землю. Теа приземлился на него сверху, используя свой телекинез и внешний поток, чтобы как можно сильнее ударить по дубине, отбросив ее. Только после этого он отскочил в сторону. Одноглазый монстр закрыл глаза, потому что увидел несколько волшебных пуль, летящих к его глазам. Выяснилось, что Теа использовал свое тело, чтобы прикрыть свою миссию. Бум. Убил зеленого циклопа. Опыт 40-0-0-0. Убил Ринга. Експ 43-0-20. Ой, Теа улыбнулся и обернулся, поняв, что клон убил противника. Однако вскоре он услышал серию рыков и обнаружил, что к нему бегут еще два монстра. Подняв копье, Теа ухмыльнулся. Пора на охоту. После осознания потенциала своей материализации охота Теа стала более эффективной. Его даже не волновало, напали ли монстры на него вместе или нет. Он еще больше усовершенствовал свою материализацию и продолжал использовать ее при каждом удобном случае, стремительно прогрессируя в своем мастерстве. Первой проблемой его материализации был избыток энергии. Сначала он влил всю энергию в копье и подумал, что это конец. Вскоре он понял, что по крайней мере половина выпущенной им магической силы не может быть правильно сформирована. Было ясно, что ему нужно сделать. Он как сумасшедший практиковал свой контроль, сражаясь с монстрами. Безотлагательность использования его магической силы заставила Теа стать еще более сосредоточенным, иначе он был бы избит монстрами. Это обучение было жестоким, потому что он мог умереть в любой момент. К счастью, его клон большую часть времени помогал ему отбиваться от монстров, что позволяло ему повышать свои навыки. Но не все шло хорошо. Даже через две недели Теа смог решить только половину избыточной энергии, увеличив силу, содержащуюся в его атаке, до 75%. Этого было достаточно на время, так как он получил еще кое-что из этого опыта. Это был его контроль. Его контроль резко увеличился, что позволило ему достичь мастер уровня контроля. Дальше были только уровень гроссмейстера и идеальный контроль. Однако он знал, что этот уровень контроля трудно преодолеть, и Теа просто шел в своем собственном темпе. Это достижение также напомнило ему о словах Хель. Она рассказала ему о требованиях своей техники, которой она научит его на следующей встрече. Теперь, когда он ступил на контрольный уровень мастера, Теа начал тренировать свое осознание, как было предложено. Тем не менее, Теа был благодарен Теневому Лису за то, что он предоставил ему безопасное убежище и эту возможность, хотя и косвенно. Последний также не осмелился принять его благодарность, потому что не заслужил ее. В конце концов, это были достижения Теа. Хотя он должен был остаться в этом месте на одну неделю, он не мог не проводить половину своего времени, тренируясь вместо охоты на монстров, в результате чего он оставался вдвое дольше. Даже Теневой Лис понимал его ситуацию и терпеливо ждал его. Через две недели Теа наконец вернулся в каньон со всеми своими вещами. К его удивлению, рядом со сраном сидел и ждал его Белый Кролик. Теа ступил на вершину утеса, посмотрел на Белого Кролика и пробормотал. Ава. Нет, ты. Белый Кролик улыбнулся и кивнул. Кажется, вы хорошо провели последние две недели. Теа кивнул с серьезным выражением лица. Да, мне повезло, что у меня была такая возможность. Несколько дней назад я приказал нескольким монстрам высшего ранга прогнать ваших преследователей, чтобы никто не мог вас побеспокоить. Теа расширил глаза и смущенно почесал затылок. Спасибо. Все в порядке. Я не мог отойти от Ивы все это время, так что, думаю, я могу многое для тебя сделать. Теа улыбнулся и очень забеспокоился, когда она упомянула Эву. Он огляделся и не увидел никого рядом с ними, стоящими на скале. А вовсе еще на моем месте. Сейчас она спит после долгих десяти дней эволюции. Хотя, я думаю, она скоро проснется. Добавила алчность, увидев движение Теа. Будет ли она продолжать быть вашим партнером или нет, это будет зависеть от нее. Честно говоря, я не знаю, что они подумают об Эве. Теа издал долгий вздох. В этом месте с ней могут что-то сделать. Но если ты собираешься в другое место, с ней все должно быть в порядке. Она покачала головой. Хотя вы можете изучить свою собственную систему. Я понимаю. Я обязательно внимательно их изучу, прежде чем принять решение. Выражение лица Теа стало торжественным. Это хорошо. Хотя у меня нет возможности проверить твой уровень. Я поверю твоим словам. Алчность улыбнулась. Теперь, когда ты выполнил требование, ты пойдешь к своему брату прямо сейчас. Или у тебя есть какие-то другие планы. Теа помнил состояние Эвы. Так что он не думал, что она рассказала алчности об их планах. Затем он ответил. У меня нет другого плана. Я хочу встретиться со своим братом. Я уважаю твое желание. Затем алчность повернулась на запад. Твой брат в лесу в трех часах отсюда. Я провожу тебя туда и буду сопровождать, пока ты не закончишь свое дело. Вы в этом уверены? Теа нахмурил брови. Боюсь, это будет долго. Алчность покачала головой. Ты думаешь, я не встречал этого парня? Я понял, что он за человек, поэтому я знаю, что это закончится раньше, чем ты думал. Это так? Теа сделал странную улыбку. Он не мог упрекнуть ее слова, думая, что, возможно, на самом деле не знает истинной природы своего брата, потому что все это время в его жизни было ложью. Следовательно, он хотел искать правду обо всей этой лжи сейчас и прокладывал себе дорогу, не полагаясь на нее. Если бы не это решение, Теа не захотел бы встречаться со своим братом. В любом случае, не будем терять время. Алчность обернулась. Ага. Теа последовал за ней. Перед уходом Алчность повернулась к Осрану. Защити мою дочь, когда меня не будет. Да, моя королева. Осран вежливо опустил голову. После этого Теа и Алчность направились к Эдварду Грифтфиту. В отличие от Авы, Алчность не была ленивой и не полагалась на него в путешествии. Она прыгала с одного места на другое, замедляясь, чтобы убедиться, что Теа сможет ее догнать. Она и не подозревала, что Теа было трудно следовать за ней даже с его флавматион. Им потребовалось три часа, чтобы, наконец, добраться до некой равнины, скрытой в лесу. На равнине не было ничего, кроме зеленой травы и одного гигантского дерева. Однако Теа нашел домик на дереве, построенный на вершине дерева. У него не было много особенностей, кроме крыши и стены. Сам размер был всего в три раза больше захудалой квартиры Теа. Словно почувствовав их присутствие, голубого лоса и мужчина внезапно открыл дверь и вышел наружу. Глядя на них двоих, Теа поднял голову, и их глаза переплелись. В его сердце было чувство тоски, но оно было преодолено разочарованием, резко усилившимся за последние несколько месяцев. У Эдварда были короткие синие волосы, как у Теа, но его глаза были светло-голубыми, а не океанскими, что немного отличало его от Теа. На нем была белая футболка и длинные синие штаны, но он казался достаточно опрятным для того, кто жил в этом месте долгое время. Заметив их взгляды, алчность закрыла глаза и обернулась. Хотя она предпочла остаться, она не хотела их беспокоить. Она решила дождаться Теа в лесу. Как и Эва, она могла слушать их разговор и знала, пытался ли Эдвард сделать Теа что-то смешное. В то время она, не колеблясь, убила бы Эдварда, учитывая, что она была союзницей Теа, а не Эдварда. Когда алчность ушла, Эдвард несколько раз моргнул и сказал, мы должны поговорить внутри. Теа замер на мгновение, прежде чем использовать свой телекинез, чтобы поднять свое тело к домику на дереве. В то время как Эдвард развернулся и достиг двери, открывая ее для него и Теа. Он вошел первым, чтобы показать Теа, что внутри нет ничего плохого, и Теа осторожно последовал за ним. Тогда Эдвард был его единственной целью. Он был его мотивацией, чтобы выжить. Это было довольно иронично, поскольку он не разделял того же чувства, что и он сам в прошлом. Теа внутренне вздохнул и вошел внутрь. Дом на дереве был совсем маленьким. Справа от него была коричневая деревянная дверь без каких-либо вывесок, показывающих, что это за комната. Рядом с дверью стояли электрические плиты и еще несколько кухонных принадлежностей. Похоже, Эдвард управлял собственным электричеством, получая его от солнечной энергии. Затем он повернулся в противоположном направлении и нашел кровать с красным одеялом. Это была аккуратная и крепкая одноместная кровать. Казалось, ничто не отделяло комнату от остального дома, кроме двери справа от него. Недалеко от кровати стоял длинный диван и огромный стол. Он мог видеть Скайлинг Эдварда поверх него, показывающий лица нескольких людей. К сожалению, он не знал об этих людях, поэтому ничего не сказал. И последнее, но не менее важное. Он нашел несколько тренажеров для физкультуры, маленькое окошко со своей одеждой и холодильник. «Простите меня за этот маленький дом», — сказал Эдвард, подходя к дивану. Он прибрался за столом, поставив другой стул. Он также указал на мягкий диван и предложил Теа сесть. «Пожалуйста». Теа глубоко вздохнул, так как впервые за долгое десятилетие увидел своего брата. Он не хотел вспышек, потому что ему нужна была информация от него. Успокоив свое сердце, Теа постепенно подошел к дивану, а Эдвард принес ему холодную воду. «Ты, должно быть, устал. Сначала выпей». Теа посмотрел ему в глаза и покачал головой. «Я в порядке». Эдвард поднял брови и неловко отвел взгляд. Он почесал затылок и сел на стул, говоря, «Хорошо. Это должно означать, что ты не хочешь тратить свое время впустую. Я понимаю». Несмотря на разочарование, Эдвард знал, что чувства Теа были результатом его действий. Итак, он бросил все и пошел дальше. «Что вы хотите, чтобы я объяснил?» «Я вам все расскажу без единой примеси лжи». Теа промолчал и посмотрел вниз, как будто обдумывая свой вопрос. Однако был один вопрос, который он всегда хотел задать все это время. «Ты действительно мой брат?» Тело Эдварда содрогнулось от его первого вопроса. Он на мгновение закрыл глаза и ответил спокойным тоном. «Да и нет». Теа продолжал смотреть на него, требуя объяснений. Эдвард махнул рукой, уверяя, что сейчас расскажет. «Я сказал вам в письме. Меня зовут не Эдвард Гриффит, а Эдвард Сангария. Меня усыновили наши ваши родители, чтобы разобраться с теми, кто был и пытается заговорить против вас. Устроили заговор против меня?» Теа прищурил глаза. «Учитывая способности семьи Гриффит, я не думаю, что ни у кого в этой стране нет доказательств того, что я один из них. Другими словами, я просто случайный мальчик из случайной семьи. Вы правы и не правы». Эдвард указал на грудь Теа. «Ваши карманные часы все время высвобождают магическую силу. Эксперты высшего ранга без труда обнаруживают колебания магической силы». Теа поднял брови, ничего не осознавая. Он вынул карманные часы, чтобы проверить их, но по-прежнему ничего не почувствовал. «Я знаю, что у тебя хороший контроль, но это не связано с контролем. В этом есть смысл. Как ты, возможно, уже знаешь, когда люди повышают свой ранг, их пять аспектов улучшаются. Магическая сила – это первое полное отличие от разрыва в 250 уровней между двумя рангами. Вот почему эксперты высшего ранга могут подумать о том, чтобы украсть ваши карманные часы. Обычно с этой работой справляются ваши родители или вассалы семьи Гриффит, но они оба не предпринимают никаких действий по определенной причине, которую я объясню позже». Теа скрестил руки на груди, выражение его лица стало мрачным. «Значит, ты защищал меня все это время? Не мог бы ты просто объяснить мне это? Твои родители сказали мне не делать этого». Эдвард покачал головой. «Они хотели, чтобы я носила это ожерелье, чтобы привлечь всеобщее внимание, сделав меня мишенью». «После этого я передам тебе карманные часы, и никто этого не заметит. Ты продолжаешь обвинять их, хотя понимаешь, что их здесь нет, верно?» Теа сжал кулаки. Он хотел поблагодарить его за то, что он защищал его все это время, но Теа знал, что Эдвард может выбрать другой путь. В конце концов, его младший брат будет страдать, потому что он решил повиноваться им. Теа считал, что даже его родители не поймут, если он расскажет ему об этом тайком. Если он не доверял маленькому Теа держать это в секрете, он мог просто подождать еще несколько лет и время от времени публиковать информацию, объясняя обстоятельства. Все это было бы легче проглотить. Однако он выбрал этот путь, и Теа нужно было взять на себя все это, и вы терпите эти эмоциональные американские горки. Теа стиснул зубы и посмотрел на Эдварда. Он разочарованно повысил голос, сказав лишь одно слово. Почему, почему? Эдвард замолчал и посмотрел вниз. Он не мог не вспомнить свое прошлое. 25 лет назад, молодой мальчик убегал с буханкой хлеба в правой руке. За ним стоял мужчина средних лет в белой футболке и коротких штанах. Он погнался за ним, крича, подожди, вор. Мальчик продолжал бежать, стараясь не попасться. Вода, скопившаяся от дождя, брызгает каждый раз, когда он наступает на них. Он пробежал мимо нескольких человек, которые обычно шли по улице. Однако его удача вскоре закончилась. Мальчик в рваной рубашке упал на землю, подвернув лодыжку. Аркх. Мальчик кричал от боли, держась за лодыжку. К несчастью для него, мужчина средних лет позади него догнал его и схватил за шею, говоря, «Вот ты где, засранец!» Мужчина увидел небольшой и темный переулок сбоку и сбросил его в долину. Мальчик несколько раз перекатился с царапинами по всему телу. Кровь была разбрызгана по земле, но мужчина средних лет не постеснялся ударить его ногой в живот. Бам! Гах! Мальчик выплюнул изо рта прозрачную жидкость и несколько раз кашлянул. Маленький дегенерат. Думаешь, ты единственный, кому это нужно для еды? Мужчина средних лет фыркнул и топнул головой. Хлопнуть! А-а-а-а! Молодой мальчик плакал, когда его голова начала кровоточить. Дождь лил на него и еще больше разливал кровь. Увидев количество крови, стекающей на землю, мужчина средних лет на мгновение заколебался. Хотя они жили в трущобах, где было установлено не так много камер, подобное убийство ребенка доставит ему неприятности. Немного подумав, мужчина развернулся и ушел. Хэм! Считай, что сегодня тебе повезло! Зрение мальчика было наполовину красным, так как кровь залила его правый глаз. Его сознание было нечетким, и он был на грани потери сознания. Даже тогда его желудок громко урчал, как будто в нем был лев. Вскоре стало больно, так как он не помнил, когда в последний раз ел. Он устало перекатился и нашел мусорное ведро. Мальчик из последних сил дотащил свое тело до мусорного бака. Как только он прибыл, он залез внутрь и схватил что-то твердое. Он нашел банку с мясом, но оно было съедено. Осталось так мало, потому что человек не съел его полностью. Однако было замечено несколько личинок, ползающих вокруг мяса. Несмотря на такое зрелище, мальчик схватил все, что осталось, и проглотил вместе с личинками. Он хотел вырвать, но сдержался и проглотил все, как бы противно это ни было. Но даже тогда он не мог утолить голод. Наоборот, это усилило боль в животе. Мальчик схватился за живот, стиснув зубы. Его тело трясло, а из глаз текли слезы. Терпеть. Терпеть. Это была единственная мысль мальчика, пока он не почувствовал, что дождь прекратился. По звуку дождя, который продолжал звенеть в ушах, мальчик понял, что рядом с ним кто-то есть. Это было время, когда он впервые встретил пару, которая вскоре стала родителями Тиа. Эй, парень. Женщина нежно улыбнулась и опустила колени. Хочешь последовать за нами и стать нашей семьей? Мальчик был сбит с толку, и боль еще не утихла. Он не мог ни о чем думать, пока его тело инстинктивно протягивало руку, словно пытаясь дотянуться до женщины. К сожалению, после этого у него не было памяти, потому что он потерял сознание. Несколько часов спустя, мальчик проснулся. Прежде чем открыть глаза и подняться с кровати, он услышал разговор поры. Прости, дорогая, если бы я только могла родить ребенка. Все в порядке. Пока я с тобой, я доволен, ответил мужчина нежным тоном. Надеюсь, ребенок согласен. Его желание выжить в этом состоянии настолько велико, что я знаю, что он не оставит нас. Мы втроем можем стать семьей. Казалось, пара хотела сильного ребенка только потому, что боялась, что ребенок умрет от них. Вот что мальчик понял, послушав их разговор. После этого он постепенно открыл глаза и попытался подняться с кровати. Это действие заметили двое, когда они обернулись. Ах, мы тебя разбудили. Женщина улыбнулась, когда они оба подошли к нему. Мальчик огляделся, все еще не понимая своего положения. Он попытался коснуться своего живота, но не почувствовал боли. Он добрался до головы, которая должна была кровоточить, но крови не обнаружил. Он двигал своим телом влево и вправо и не чувствовал боли. Мальчик поднял руки и увидел белые рукава, заставив его понять, что он переоделся в другую одежду. В панике мальчик поднял белое одеяло и нашел длинные синие штаны, и шевелить лодыжкой стало возможно. Ты чувствуешь дискомфорт? Женщина улыбнулась и села рядом с ним. Мальчик не знал об их личности, но он понял, что они были его спасителями, вспомнив воспоминания в своей голове. Они как бы починили его. Однако была одна вещь, которую не удалось исправить. Это был его желудок. Рычи. Звук удивил их, когда женщина поспешно потянулась к тарелке с фруктами на столе. Она схватила яблоко и разделила его на восемь поровну. Как насчет того, чтобы сначала съесть что-нибудь легкое? Она протянула руку, предлагая мальчику яблоко. Недолго думая, мальчик схватил яблоко и проглотил его, как будто завтра не наступит. Он просто считал, что должен есть как можно больше, когда у него есть возможность. Помедленнее, помедленнее. Плот никуда не денется. Женщина улыбнулась. Однако мальчик не остановился и съел все. Во время еды женщина спросила. У тебя есть имя? К их удивлению, мальчик схватился за голову, как будто ему было больно. Они на секунду запаниковали и попытались остановить его, но мальчик вдруг пробормотал тихим голосом. Эд Уорд Сангария Эдвард Сангария, женщина мягко улыбнулась и спросила. Это может вас немного смутить, но вы хотите быть нашим сыном? Эдвард не знал почему, но от этих слов у него на глаза навернулись слезы. Он инстинктивно протянул руку, достигнув руки женщины, одновременно поднимая голову. В тот момент, когда их взгляды переплелись, Эдвард услышал, как она сказала с широкой и искренней улыбкой. На данный момент ты будешь нашим сыном. Тебя будут звать Эдвард Гриффит. Давай поладим с этого момента, пересказав свои воспоминания, Эдвард посмотрел Теа в глаза с грустной улыбкой. Извините, я не мог ослушаться их. Это заявление потрясло Теа, и он стиснул зубы. Он хотел знать, почему не может ослушаться их, но слова застряли у него в горле. Теа посмотрел вниз, сжимая руки. Его тело дрожало, так как он действительно хотел знать все. Тогда ты говоришь мне, что бросил меня из-за них. Ты убьешь меня, если они захотят, чтобы я умер. Теа хлопнул по столу. Эдвард покачал головой. Никто в мире не хочет, чтобы ты жил больше, чем твои родители. Это то, что я могу с уверенностью сказать после всего, что видел. Прости, я ничего не могу сказать по этому поводу. Если ты хочешь знать об этом, ты должен задать им этот вопрос. Теа на секунду заколебался и глубоко вздохнул, пытаясь успокоить свое сердце. Он лгал все это время, поэтому вместо того, чтобы настаивать на этом и получить еще одну ложь, Теа предпочел не задавать вопрос. Ему надоело врать, поэтому он переключил тему на карманные часы. Показав его Эдварду, Теа спросил. Тогда как ты мне это объяснишь? Эдвард поднял три пальца. Карманные часы – это артефакт. Не знаю, слышали ли вы о них, но я объясню. Прежде чем он закончил, Теа махнул рукой и холодно сказал. Я слышал об артефакте. Не нужно объяснять мне основы. Глядя в глаза Теа, Эдвард беспомощно кивнул. Хорошо, тогда карманные часы, которые у тебя есть, это только половина артефакта. Половина? Да. У твоего отца есть вторая половина. Сначала твои родители отделились от семьи Гриффитов. Однако вскоре после твоего рождения они решили вернуться в семью, чтобы защитить тебя. Только тогда семья Гриффит им кулон идентификации. Они дали мне вторую половину, чтобы я мог передать ее тебе. Ну, я должен сначала объяснить другую вещь. Он поднял три пальца. Кулон идентификации имеет три применения. Во-первых, они будут непрерывно передавать друг другу магическую силу. В некотором смысле, карманные часы будут постоянно высасывать вашу магическую силу. Но не волнуйтесь, это всего лишь небольшое количество, когда вы даже не заметите разницы. Тогда ваши родители могут направить свою магическую силу в кулон, чтобы узнать, сменили ли карманные часы своего владельца или нет. По их словам, есть разница в количестве, которое они чувствуют, поэтому они узнают, украдены ли они. Таким образом, ваши родители могут все время знать о вашем состоянии. Это первая цель. Что касается второй цели, имя говорит об этом. Это для идентификации. Семья Гриффит всегда дарит подвеску идентификации своим наследникам, таким как Тенелла. Есть еще несколько наследников, так что все вы получили одинаковые карманные часы. Волшебная сила, которая была высосана и сохранена внутри карманных часов, будет реагировать друг на друга в тот момент, когда она приблизится к другому кулону идентификации. Семья Гриффит признает вас временным истинным наследником, пока вы обладаете им, пока вам не исполнится 18 лет, старый и последнее, но не менее важное. Вы можете отследить местонахождение другой половины, пока вы вкладываете свою магическую силу в карманные часы. Конечно, все, что я сказал, можно сделать только тогда, когда вы достигнете высшего ранга, который позволяет вам почувствовать малейшие колебания магической силы карманных часов. Теа выслушал его объяснение с мрачным выражением лица. Он понял, что его родители присматривали за ним, но он не мог принять тот факт, что они никогда не встречались с ним или что-то в этом роде. Даже передать ему сообщение было бы нормально, особенно с их статусом. Они могут почувствовать магическую силу только в этих карманных часах? Теа хотел получить подтверждение, чтобы узнать, следят ли его родители за ним прямо или косвенно. Да. Эдвард также знал о его сомнениях и заявил. Ваши родители не знают, что вы сейчас переживаете или наблюдаете. Они знают только, что вы все еще живы. Что касается того, сколько информации о вас у них есть знать. Я понимаю. Теа сохранил бесстрастное выражение лица. Как насчет правила 18 лет. К сожалению, я ничего не могу сказать о правилах семьи Гриффит. Я могу только рассказать вам то, что я испытал с ними обоими. Если вы хотите узнать о правилах семьи Гриффит, вы должны спросить их. Теа попытался понять, лжет он или нет, и вскоре обнаружил, что это не так. Следовательно, Теа отмахнулся от вопроса и сменил тему. Но я не знаю, кто придет. Я слышал, что семья Гриффитов будет отправлять сюда людей, когда мне исполнится 18 лет. Как я должен спросить их? Ты говоришь мне сначала стать экспертом мифического ранга? Нет. Эдвард сразу же это отрицал. Они сказали мне одну вещь. Они обязательно придут, как только тебе исполнится 18 лет. Теа на минуту замолчал, не решаясь задать этот единственный вопрос. Собрав всю свою решимость, Теа посмотрел Эдварду в глаза и спросил спокойным тоном, кто они, как их титул и положение в семье. Эдвард издал долгий вздох. Вашу мать зовут Валерия Геррера. Хотя она сменила имя на Валерий Гриффит, это не изменило того факта, что она происходила из семьи богов войны. Вы можете сами проверить их информацию, поскольку они распространяются в интернете. Ну, ты можешь навестить их, потому что я уверен, что они ничего о тебе не знают. В конце концов, они... Эдвард сделал паузу на мгновение, не решаясь рассказать Теа о состоянии его матери. Он кое-что обдумал и решил продолжить. Они думали, что твоя мать бесплодна. Значит, они, должно быть, не знали о твоем существовании, и мне сказали ничего им не говорить. Похоже, они тоже не знали о моем существовании. Но это не важно. Теа не отреагировал так, словно ожидал найти тот же ответ, что информация, которую он получил от Агаты. Он просто хотел узнать своего отца. Что касается твоего отца. Его зовут Рэй Гриффит. Он... Что касается твоего отца. Его зовут Рэй Гриффит. Он нынешний глава семьи Гриффитов, сказал Эдвард с полной убежденностью. Теа в шоке расширил глаза и открыл рот. Он ожидал, что его отец был кем-то важным, но не настолько важным. Он не мог не хлопнуть по столу и закричать. Что ты сказал? Как бы он не хотел в это верить, он должен был в это поверить. Однако разочарование быстро наполнило его сердце, и он задумался, почему отец бросил его, когда у него было такое положение. Тем более, позволив ему пережить такое детство. Теа инстинктивно поднял свое оружие, стиснув зубы. Эдвард увидел, что его рука дрожит, и продолжил. Я расскажу тебе об этом прямо сейчас. Твой отец известен как император магии, невозможно. Он сделал себе имя в мире и даже вывел Германию на вершину конкурса Гранд Гая, когда был там. Несмотря на такой престиж, твой отец не присоединился к семье Гриффитов. Очевидно, что если бы кто-то, обладающий таким талантом, не присоединился к семье Гриффитов, это привело бы их в ярость. Семья Гриффитов сделала исключение, которое вынудило его присоединиться к ним, но после долгой битвы ему, наконец, удалось сломить и освободиться от их хватки с твоей матерью. Его талант считался таким же, как у предка, который привел семью Гриффит к той славе, так что вы понимаете, почему они все это сделали. После побега они усыновили меня и родили тебя. Возможно, ты не помнишь об этом, но... Он на мгновение закрыл глаза, вспоминая день, когда родился Теа. Через несколько лет после того, как его усыновили, Эдвард остался в Терсланде. Он также узнал, что у его матери, Валерии, были проблемы с зачатием ребенка. И это стало причиной того, что пара усыновила его. В то время его отец Рэй тренировал его, чтобы он стал сильным мальчиком. Эдвард серьезно тренировался, не желая испытать то же самое в трущобах. Он хотел сам решать свою судьбу, поэтому делал все возможные, чтобы стать сильнее. Это была маленькая, но счастливая семья. Все было нормально, и их жизнь была наполнена счастьем. Вдобавок произошло чудо. Несмотря на то, что шанс был меньше 1%, Валерия наконец забеременела. Целый день она не могла перестать плакать. Даже Рэй не мог сдержать слез. Это был первый раз, когда пара пролила слезы, и эта новость также порадовала сердце Эдварда. Он был рад, что пара наконец-то зачала ребенка спустя столько лет. Рэй стал чрезмерно защищать все 9 месяцев, следя за тем, чтобы с Валерией ребенком ничего не случилось. Эдвард также помогал ему в уходе за ними. 9 месяцев спустя, Валерий лежала на больничной койке, и безмолвную больничную атмосферу наполнял детский плач. В это время Рэй упал на колени и заплакал. Он просто сломался, почувствовав облегчение от того, что ребенок наконец-то родился. Эдвард был там с ним, похлопывая его по спине. Рэй так долго терпел. Оба они не пожалели усилий, чтобы войти внутрь, чтобы впервые поддержать ребенка. Рэй впервые неуклюже нестя, а Валерия устала хихикнула. Через некоторое время Рэй наконец подошел к нему, позволив Эдварду увидеть маленького ребенка. Вот, вот, посмотри на него, Эдвард. Это твой младший брат. Тело Эдварда тряслось, он не знал, что делать. Он вспомнил, как Валерий протягивала руку, когда усыновляла его. Его инстинкт повторил сцену и заставил его руку двинуться к Теа. Вместо руки он подошел к Теа пальцем. Теа слегка раскачивался влево и вправо, плача. Тем временем Валерий позвонил Рэю, дорогой. Ага. Рэй улыбнулся и сказал с гордостью, его зовут Теодор Гриффит. Он гордость семьи. В то же самое время, когда Рэй произнес имя Теа, Теа непреднамеренно коснулся пальца Эдварда и перестал плакать. Эдвард замер, думая, что каким-то образом успокоил ребенка. Осознав это, по щекам Эдварда потекли слезы, поскольку он тоже сломался, как и Рэй ранее. После этого дня семья стала еще счастливее. Теа смог говорить всего за 9 месяцев и показал хорошее понимание всего. Это должно было принести счастье семье, но почему-то он чувствовал, что в семье чего-то не хватает. Однажды ему довелось подслушать их разговоры. Валерий и Рэй разговаривали в гостиной, пока он должен был заботиться о Теа, и просто вышел из комнаты, потому что хотел пописать. Дорогой. Что нам делать? Валерий схватилась за голову, как будто ей было больно. Теа, он. Я имею в виду, я рад, что он талантлив, но его талант это уже слишком. Ты заметил колебания магической силы вокруг него? Я знаю. Рэй погладил ее по волосам, чтобы успокоить. Если так будет продолжаться, талант Теа скоро раскроется. Боюсь, один только его контроль намного сильнее моего. Кроме того, он может быстро адаптироваться почти ко всему, от разговоров до других вещей. Он даже мог каким-то образом почувствовать, что мы подошли к комнате, хотя это могло быть его инстинктом. Насколько я вижу, его талант это способность приспосабливаться или обучаться. Обычно мы овладеваем только одним аспектом на 100%, например, моим контролем, в то время как остальные только на 50%. Что касается Теа, один только его контроль, это как бы 120% моего таланта. Остальные 4 аспекта до 75%, если не до 100%, с тем, как быстро он растет. Боюсь, семья скоро узнает об этом. После этого, боюсь, все переедут, особенно император разума. Мы почти эксперт мифического ранга, прямо сейчас, но мы не можем бороться с ними. И в тот момент, когда они узнают, я боюсь, что император разума промыт Теа мозги. Валерия стиснула зубы и устала спросила. Что же тогда? Скрывать талант Теа и воспитывать его, как обычного ребенка без всякого таланта? Или умолять отца позаботиться о Теа тогда? Что? Должны ли мы скрывать талант Теа и воспитывать его, как обычного ребенка без каких-либо талантов? Или мы должны просить моего отца позаботиться о Теа? Услышав этот вопрос, Рэй мрачно замолчал. Если бы это было так просто, мы можем отдать Теа в частную школу или сказать ему, что у него нет таланта, но он скоро обнаружит свой талант, просто ища, как стать сильнее на Скалинг. Он усомнится в нас и начнет тайно учиться. И хотя мы нормально живем в этой стране, я уверен, что семья Гриффитов продолжает наблюдать за нами. Предположим, что семья Гриффитов тайно знает о его таланте. Боюсь, мы даже не поймем, что Теа промыли мозги или что-то в этом роде. Что касается вашей семьи Бога Войны, вы уверены, что сможете остановить свой отец. Я имею в виду, что тесть не должен обучать Теа и прятать его без ведома. Если я понимаю его и его девиз равной любви, он заставит Теа расти тайно, не сообщая нам. Тогда рано или поздно мир узнает о таланте Теа. Когда семья Гриффит выследит его и найдет связь с нами, две семьи начнут войну, и Теа может умереть в процессе. Я знаю, что вы, ребята, можете справиться с проблемой, используя свой мозг, выдвигая стратегии одну за другой, но что, если семья Гриффит отдает предпочтение Теа, а не войне? Они должны быть в состоянии поймать Теа в ближайшее время. Услышав слова Рия, Валерия могла только стиснуть зубы, понимая способности семьи Гриффит. С точки зрения боевой мощи обе семьи могут быть равны, но если бы семья Гриффитов захотела похитить или убить Теа, семья богов войны абсолютно не смогла бы защитить его, если бы у Теа не было собственных сил, чтобы сохранить ему жизнь. Тем не менее, должно быть что-то, что мы можем сделать. Он глубоко вздохнул и успокоил свое сердце. Да, я знаю, что мы можем кое-что сделать, однако вы более квалифицированы, чем я, чтобы придумать эту вещь. Пожалуйста, успокойтесь. Мне нужно, чтобы вы подумали о будущем Теа. Как вы думаете, что лучше для нас? Должны ли мы спрятать Теа в семью боговойна или мы должны спрятать его талант здесь? Насколько мне известно, идти к семье Гриффит добровольно – плохая идея, поскольку они могут что-то сделать с Теа без нашего ведома. Валерия замолчала на несколько минут, прежде чем сказать. Лучшее, что я могу сейчас придумать, это спрятать Теа в Терсланде и подавить его талант. Отец знает о его существовании. В то время отец может открыто тренировать его, и Теа должен быть достаточно сильным, чтобы обезопасить себя, даже если две семьи пойдут на войну. Отец обязательно будет вкладывать ресурсы за все эти 18 лет одновременно, что позволит ему достичь высшего ранга в кратчайшие сроки. Тем временем мы контролируем семью Гриффитов, скрывая Теа и одновременно становясь сильнее. Нам нужно стать достаточно сильными, чтобы противостоять этим старейшинам. Ры покачал головой. Но семья Гриффитов рано или поздно узнает о существовании Теа, а этот кулон опознания все еще существует. Если мы вернемся к семье, боюсь, мне придется стать преемником семьи из-за этого старого ублюдка. Тем не менее, у меня не будет достаточно сил, чтобы противостоять им. И тот факт, что мы ушли, означает, что у Теа не будет опекуна. Семья не позволит этому случиться и отправит кого-то сюда. Мы сделаем так, чтобы Эд стал его опекуном. Таким образом, у них нет причин посылать кого-то. Мы можем просто заявить, что все это время обучали Эда защищать Теа. Валерия в отчаянии кусала ногти этот путь. Хотя он не мог видеть детали этого плана, Ры каким-то образом понял, что это может быть путь к гибели. Однако, увидев выражение ее лица, Ры понял, что это может быть их лучшим вариантом. В конце концов, даже если бы они не нашли талант Теа, они могли бы использовать жизнь Теа как разменную монету, чтобы контролировать его. Валерия понимала законы и традиции семьи Гриффит, поэтому, принимая этого внимания, ей пришла в голову эта идея. Ну у нас еще есть время. Я не могу гарантировать годы, но месяцев должно быть достаточно, чтобы мы придумали что-то получше. Заверил ее Ры. Услышав их разговор, Эдвард не мог не вернуться в комнату, забыв о своей потребности. Он не мог не вспомнить тот день, когда его усыновили, и когда родился Теа. Он поклялся в своем сердце, каким бы нелепым ни был план, который он услышал. Будучи опекуном Теа, он выполнит его в меру своих возможностей. Ры снова открыл глаза и посмотрел на результат плана. Теа больше не доверял им и планировал держаться подальше от семьи. Да, семья распалась, но у Рыя и Валерии была еще одна цель. Это должно было снять проклятие семьи Гриффитов, начиная с Теа, а это означает, что дети Теа будут вдали от этого проклятия и смогут жить так, как захотят. Эти двое решили нести все проклятия за Теа, даже если это означало, что они станут злодеями в сердце Теа. Понимая тяжесть этой ответственности, у него не было другого выбора, кроме как принять весь план. Он посмотрел Теа в глаза и не смог сдержать улыбку. Твои родители? Нет, позволь мне сказать вот что. Наши отец и мать пожертвовали собой ради тебя и твоего таланта. Пожалуйста, не растрачивай их понапрасну. Это моя единственная просьба. Эдвард опустил голову, пока его лоб не коснулся стола. Единственной его мыслью было. Возможно, в твоем понимании они подонки, но они лучшие родители, которых ты можешь получить. Единственное проклятие здесь в том, что ты родился не в той семье. Тело Теа задрожало, когда он увидел действия Эдварда. Выражение его лица и глаза сказали ему, что он верил в эти слова. К сожалению, ни одно из них нельзя было рассказать Теа, так как это лишило бы смысла отталкивать Теа от семьи Гриффит. Если бы он решил пойти к семье Гриффитов, последние немедленно сделали бы еще одно исключение и приняли его. И Теа наверняка заплатит за это большую цену. Если он не сможет победить десятки экспертов мифического ранга одновременно, победить семью Гриффит будет невозможно. Они также не хотели, чтобы жизнь Теа была наполнена войной и местью, поэтому они решили пожертвовать собой и исчезнуть из мира как злодей. Вот почему Эдвард так уважал их тем не менее, как бы он не смотрел на них снизу вверх. Единственным воспоминанием Теа о них было чистое насилие и мучение. То, что они сделали, не имело оправдания. А его дед или отец Валерии, бывший глава семьи Бога Войны, все понял и сказал Валерию такие вещи. Однако он также ничего не сделал, потому что не мог придумать другого подобного плана. Валерия, должно быть, использовала свой мозг в течение нескольких месяцев, чтобы придумать все эти идеи. Хотя ему практически нужно было выдать Теа карт-бланш, который наверняка высушил бы его, Валерия отплатила ему тем, что просто заставила Теа увидеть его в ярком свете, в отличие от них, которые могли стать только злодеями. Одно только хорошее мнение Теа, возможно, не так уж много в его нынешнем состоянии, но когда он достигнет высшего ранга эксперта, если не мифического, это может повысить репутацию семьи и других предприятий. И, как и ожидалось, Теа сжимал кулаки, не понимая, что произошло за кулисами. Несмотря на то, что он хотел закричать прямо перед лицом своего брата, он, казалось, понял план своей матери. Это была всего лишь суть, но это было единственное, что удерживало его в здравом уме все это время. Теа внезапно вспомнил вопрос без ответа, который Эдвард хотел объяснить позже. Спросил он дрожащим тоном. В Терсланде есть семья Илриков. Поняв, что он хотел знать, Эдвард кивнул с серьезным выражением лица. Да. Чтобы объяснить семью Илриков, я думаю, я должен объяснить это от вашего нынешнего хозяина. Имя вашего хозяина Нина Илрик и ее титул демоническая бабушка. Она жена Нарта Илрика, который позже был изгнан в эту страну. Тело Теа содрогнулось, когда он услышал о ее личности. Я не буду комментировать их личную жизнь, но твои родители близки с Нинартом Илриком. Хотя о твоем существовании знает только Нина Илрик. В прошлом Нина и Нарт испытали трудности, в результате которых их невестка чуть не была изнасилована, а их сын чуть не умер. Отец сыграл значительную роль в оказании ей помощи, в то время как Нина Илрик истребила всю семью врага, были ли они молоды, невинны или стары. Именно тогда она получила свой титул. И чтобы вернуть свой долг, она решила повиноваться плану вашего отца, подождав 10 лет, прежде чем стать вашим учителем. И тогда же она впервые после долгого десятилетия приехала навестить своего мужа. Теа поднялся со своего места, когда его дыхание стало хриплым. Она. Он замолчал и пришел к пониманию. Вскоре он вспомнил, как Нина сказала ему, как сильно она ненавидит семью Гриффит. Учитывая, что она испытала нечто подобное с проблемой, которая, казалось, была связана с семьей Гриффит, он мог понять, откуда взялась ненависть. И если она скажет ему, что она бабушка Алии, он ни за что не примет ее как свою хозяйку. Поэтому она предпочла остаться анонимной. Хотя был случай, когда он, Алия и Нина встретились. Алия в то время была без сознания, не в состоянии распознать настоящую личность Нины. Теа уже знал, что его жизнь была ложью все это время, но он впервые увидел весы. Это было просто за гранью его воображения. Значит, причина, по которой семья Илрик не обращалась ко мне все это время, была связана с этим обещанием. Да. Тем временем я имел дело с другими экспертами высшего ранга. Он кивнул. Ты старше меня на 11 лет. Теа остановился, поняв, что этого времени достаточно, чтобы достичь высшего ранга эксперта. Да. Однако это не меняет того факта, что я бросил тебя так надолго. Нет оправдания такому поступку. Вот почему я больше не буду называть себя твоим братом. Эдвард закрыл глаза. Тело Теа тряслось, он не мог вынести всей правды. Его ноги подкосились, и он упал на свое место. Эдвард был слегка удивлен, когда реакция Теа оказалась спокойнее, чем он ожидал. Однако он также понимал, что это значит. Он закрыл глаза и сказал про себя. Отец, мать, возможно, нам удастся оттолкнуть Теа от семьи Гриффитов, но ценой его безразличие к нам. Тем не менее, Фа. Отец в настоящее время глава семьи, верно. Теа стиснул зубы и начал неудержимо бормотать. Я могу понять семью Эйлриков, но почему? Почему тех, кого я хотела бы видеть больше всего, никогда не бывает рядом? Все. Все. Он не мог не вспомнить, как жил последнее десятилетие. Когда ты еще жил вместе со мной, наша жизнь была несколько приличной. Хоть мы и не были особенно богаты и не могли позволить себе роскошь быть привередливыми, нам удалось сохранить счастье в семье. Теа понимал, а Эдвард поддерживал его. И этого было достаточно. Я не возражал, если бы нам пришлось жить в ветхой квартире. Пока у меня был дом, куда я мог бы вернуться, все было бы проще. Были времена, когда я галлюцинировал о своих родителях и о том, как ты улыбаешься мне, когда я приходил домой, но вскоре я понял, что все они не настоящие. Вспоминая все свое прошлое, слезы не могли не течь по его щекам. Увидев его таким, Эдвард сжал кулаки, почти порезав себе ладони ногтями. Ему тоже хотелось плакать, но ситуация не позволяла. Ему было трудно ничего не говорить и продолжать показывать ему, какие плохие у него родители. Однако он пообещал им это сделать, несмотря на невыносимое желание раскрыть всю ситуацию. Почему? Теа хлопнул по столу и закричал дрожащим голосом. Почему? Все было бы проще. Почему? Он продолжал кричать несколько минут, так как не мог принять всю правду. В конце концов, Теа поднял руку, показывая ему, что хочет, чтобы он замолчал. Нет, мне больше не нужно это слышать, и я не хочу. Он сделал несколько глубоких вдохов, вытирая слезы. Я хочу узнать больше о семье Гриффит. Каковы их традиции и правила и кто они? Эдвард закрыл глаза и покачал головой. Извините, даже у меня нет информации о семье Гриффитов. В то же время, вы можете узнать это только после достижения 18 лет, поэтому ваши родители будут теми, кто ответит на этот вопрос. Услышав такой ответ, Теа не мог не хлопнуть по столу. Так ты не собираешься мне это объяснять? Я сказал вам, что не знаю. Все, что они поделились, это их история, а не информация о семье Гриффит. Кроме того, это в основном для наследника семьи Гриффит, а не для постороннего, как я. Эдвард спокойно покачал головой. Было ясно, что Эдвард ничего не упоминал о семье Гриффит все это время. Только о его родителях и семье Илрик. Хотя они были частью семьи Гриффит, их история не была связана с ядром семьи Гриффит. Тем не менее, у меня есть для вас одно предупреждение. Эдвард поднял палец. Теа фыркнул. Что? Будь осторожен со старейшиной разума. Я не уверен в его личности или внешности, но, похоже, у него есть сила изменить твою память. Это единственное, что я знаю после того, как подслушал их разговор в прошлом. Кажется, они настороженно относятся к старейшине разума. Даже семья богов войны защищает вас, в тот момент, когда вас поймают, ваша жизнь фактически будет потеряна. Или, что еще хуже, вы станете безмозглым солдатом. Он покачал головой. Я не знаю, заботитесь ли вы о своей жизни или нет, но подумайте ли о своих потомках. О детях, внуках или даже правнуках. Это все, что я могу сказать о семье Гриффит. Теа замолчал, особенно после того, как прослушал последние сообщения. Теперь, когда он подумал об этом, если бы он присоединился к семье Гриффитов, ему также пришлось бы покинуть семью Гриффитов в будущем из-за этой так называемой традиции, поэтому его дети, несомненно, испытали бы это. Хотя это могло быть на уровне Ниллы, он не знал правил семьи Гриффит, так что он мог испытать что-то между своими родителями и родителями Ниллы. И после этого его внуки будут продолжать жить так, пока он не сможет покинуть семью Гриффитов, так как в то время он будет бабушкой и дедушкой. Он также понимал серьезность вступления в семью Гриффитов, особенно с его талантом. Даже его отец получил исключение, чтобы стать главой после полного отделения от семьи. И вскоре он понял, что если бы у его отца хватило сил, он мог бы что-то для него сделать. Он не знал, насколько сильнее ему нужно, чтобы избежать такого подавления. Тем не менее, он считал, что есть план получше этого. Он мог не знать о силе этих старейшин из семьи Гриффит, но он думал, что семья богов войны была бы лучшим выбором. Подождите минуту. Тео остановил свой мыслительный процесс, когда в кадре появилась семья бога войны. Вскоре он вспомнил слова Агаты о дивизии его дедушки. Разве это не означает, что я могу получить что-то большое за все эти 18 лет? Также есть мое достижение как МВП конкурса Гранд Гая. Они хотели, чтобы я отправился к семье бога войны, чтобы найти убежище с такой наградой? Тем временем, со всеми ресурсами семьи богов войны, я могу увеличить свою силу как можно скорее. Например, достичь высшего ранга в течение двух лет. Это звучит осуществимо со всеми этими ресурсами. Или они жаждущие власти люди, которые хотят править обоими мирами? Если две семьи возьмутся за руки, мало кто сможет с ними бороться. Но если это так, то почему мой отец сначала оставил семью, а потом вернулся? Он пытается помешать семье Гриффит найти меня изнутри? Или он собирается использовать меня? Тем не менее, мой брат он эксперт высшего ранга. Ему должно быть легко защищать меня. Почему он оставил меня, не предоставив мне никакой информации или сообщения? Есть ли что-то большее за всей этой ложью? Значит, они хотели, чтобы я отправился в семью бога войны? Должен ли я испортить весь их план, отправившись в США? Получение предложения моей похоже на то же, что и семья бога войны. Если я смогу сделать что-то большее для этой звездной группы, я могу получить что-то большее от семьи богов войны. Однако, если я отправлюсь в семью богов войны, я смогу практиковать свое осознание, а также свою стратегию. Ведь это станет для меня важнее позже. Я знаю, что они оба хороши для меня, но это то, что я решу позже. Это не то, что я должен решать в этом месте. Тя мрачно посмотрел на брата, как будто он уже принял решение. Эдвард также знал, что пришло время расстаться. Тебе есть что еще сказать? Эдвард помолчал с минуту. Нет, больше не нужно было обмениваться словами. После всего этого Тя не хотелось слушать его историю. Увидев здесь оборудование, он понял, что его брат время от времени посещал землю, чтобы купить все это. Тогда он должен знать о своем состоянии, если он действительно заботится о нем. Или, что еще хуже, он больше не заботился о нем. В любом случае, поскольку его брат никогда не жалел времени навещать его, Тя больше не хотел его видеть. Моя жизнь была ложью все это время. Лицо Тя стало торжественным. Вы сказали, что никто не хотел, чтобы я жила больше, чем мои родители. Если это то, что они имели в виду под жизнью, почему они просто не поместили меня в приют? Мое детство было наполнено пытками до такой степени, что я иногда думал, что так будет лучше, чтобы я умер. Тем не менее, у меня было несколько желаний, которые заставляли меня продолжать, только чтобы узнать, что все было ложью. Вот почему. Отныне ты Эдвард, а я Тя. Вот и все. Тя назвал их имена без фамилии, подразумевая, что с этого момента они стали незнакомцами. Тя опустил голову и сказал серьезным тоном. Это мой последний поклон тебе за то, что ты защитил меня от всех этих экспертов высшего ранга. Я приму это даже за то, что ты безразличен ко мне все это время, как будто хочешь, чтобы я умер. Тя на мгновение остановился и выпрямил спину. Он подошел к двери и открыл ее, оставив Эдварда одного. Когда он уже собирался уходить, Тя остановился и сказал свои последние слова перед уходом. Это будет последний раз, когда я так тебя называю. Но спасибо, брат, и до свидания не колеблись больше. Тя закрыл дверь. Увидев спину Тя, он вскоре переполнился эмоциями, вспомнив сцену, когда его родители рассказали ему план. 17 лет назад. Почему. Эдвард закричал и поднялся с дивана. Он смотрел на своих родителей, у которых было то же выражение лица, что и у него. Ты хочешь, чтобы я оставил Тя? Возможно, сейчас я не являюсь экспертом высшего ранга, но рано или поздно я смогу достичь его. Я многому научился у отца, так что я определенно могу стать сильнее. Эдвард вслух пожаловался. Рэй закрыл глаза. Я объяснил вам причину. Подавление его таланта. Мы можем просто жить нормальной жизнью. Даже если отец и мать перейдут к семье Гриффитов, я могу отлично защитить Тя. Уверяю вас, Тя не станет думать о том, чтобы стать сильнее. Я обеспечу ему безопасность. Хотя он слышал об этом несколько месяцев назад, он никак не ожидал, что план состоит в том, чтобы навредить Тя. Они не только хотели подавить талант Тя, но также хотели, чтобы Тя страдал в одиночестве. В то же время это только пригласит хулиганов. Они даже запретили ему открыто защищать Тя, обеспечив Тя некоторую безопасность в его жизни. К сожалению, это невозможно. Он покачал головой. В Терсланде вам должно быть не менее 15 лет, чтобы получить лицензию на переход на другую сторону. Только в это время вы можете начать становиться сильнее. За это время Тя обязательно коснется этой области, и она не будет задолго до того, как его талант будет признан на местном уровне. Вы можете смотреть Тя 24-7. Эдвард открыл рот, имея так много жалоб. Однако ни один из них не вышел. Вот. Должен быть другой способ решить эту проблему. Я могу понять план по подавлению таланта Тя и передать информацию семье богов войны, чтобы потом позаботиться о Тя. Я прекрасно понимаю, что с этим планом Тя может достичь высшего ранга за 3-4 года. Но это уже слишком. Почему? Почему вам нужно причинять ему боль, чтобы защитить его? Подавление его таланта не обязательно должно причинять ему боль. Рэй вздохнул. Это для того, чтобы заставить его держаться подальше от семьи. Пока он больше не принадлежит к семье Гриффитов, а я сохраняю свое положение в семье Гриффитов, не будет необходимости в еще одном исключении, чтобы принять Тя и связать его с этим проклятием больше. Даже если так, нет необходимости делать что-то подобное. Я могу сообщить ему информацию о семье Гриффитов. Что? Ты же не собираешься говорить мне, что это неправильно, верно? Точки зрения семьи. Если я сам все изучу и расскажу ему об этом, это не будет нарушением правил. Эдвард продолжал настаивать на защите Тя. Однако Рэй продолжал все объяснять. И что? В конце концов, это приведет Тя к семье. Будь то война или его собственный выбор, цена, которую ему придется заплатить, огромна. Мало того, это проклятие свяжет его и его потомков. Это ничего не значит. Тя может там окрепнуть и захватить семью, разрушив ее изнутри. Я научился такому у мамы. Эдвард отказал ему. Рэй сохранял спокойствие и сказал. В тот момент, когда Тя войдет в семью, он потеряет свою личность или даже свои эмоции, потому что ему может промыть мозги некий старший. Если семья сделает еще одно исключение и пригласит его до совершеннолетия, мы не будем. У меня даже есть сила, чтобы сразиться с ними, потому что Валерия и я еще не достигли мифического ранга. Как бы мне не хотелось это говорить, мы не можем сражаться с несколькими высшими экспертами мифического ранга из семьи в одиночку. Даже если я стану лидером семьи Гриффит, я могу стать только марионетками старейшины бывшего лидера. Даже если мы втянем в это семью боговойны, семья Гриффит может просто выиграть время, чтобы решить вопрос, отправив семьи вассалов, чтобы перехватить их. Вы не знаете степень силы семьи Гриффит. Вот почему вы, возможно, недооцениваете их прямо сейчас. Наоборот, я видел, на что они способны. Если есть мирное решение, я действительно этого хочу. К сожалению, такова реальность. Почему семья Гриффит может оставаться скрытой сотни лет, если бы не их сила, связи и опыт, как вы думаете, они могли бы это сделать? Эдвард прикусил губу. И все же, ты собираешься изменить тебя? Тя вчера играл со мной. Два дня назад он заметил мою беду и утешил меня, хотя еще не понял ее. Три дня назад Эдвард посмотрел вниз и начал плакать. Тя, тя, хороший ребенок. Почему? Почему он должен страдать? Это ребенок, которого вы двое родили после стольких лет ссор. Ты собираешься быть таким жестоким, чтобы позволить ему так жить? Валерия прикусила губу и закрыла глаза. Выражение ее лица было наполнено сожалением, но даже после нескольких месяцев размышлений это было единственным решением. Рэй поднялся со своего места и подошел к нему. Он похлопал его по плечу и сказал. Просто обвини своих родителей. Все в порядке. Мы это заслужили. Ненавидь нас. Все можно решить, если ты нас ненавидишь. Там должно быть что-то. Эдвард прикусил губу и сжал кулаки. Слезы текли неудержимо, когда он вспоминал первое прикосновение, полученное от тебя в больнице. Мы не будем просить у тебя прощения. Просто ненавидь нас. Даже если ты придешь ко мне в будущем, чтобы убить меня, я даже не подниму руки. Просто, пожалуйста. Пожалуйста, сделай это для нас. Рэй крепко обнял его. Мне жаль. Вспомнив эту сцену, Эдвард не мог не упасть на землю. Его руки едва поддерживали его на полу, когда он схватился за голову. Слезы начали капать, когда его тело начало трястись. А-а-а. Эдвард заплакал. Он чувствовал, что его сердце было раздавлено невидимой рукой. Он плакал и кричал. А-а-а-а. Прости. Прости, Тиа. Прости. Я не мог ослушаться их. Прости. Я не мог быть хорошим братом. Выйдя, Тиа обнаружил алчность рядом с лесом, смотрящую на него. Он быстро спрыгнул с домика на дереве и приземлился рядом с ней. Вы закончили? Да. Извините, что заставил вас ждать. Тиа извинился спокойным тоном. Однако алчность могла слышать его хриплое дыхание и дрожащий голос, зная, что Тиа находится на эмоциональных американских горках. А пока я позволю тебе сначала встретиться с Авой, а сегодня ты должен отдохнуть. Завтра можешь вернуться. Алчность вздохнула. Если она захочет последовать за вами, я снова приведу ее к вам домой. Если она хочет остаться здесь, я надеюсь, вы не попросите ее прийти. Не волнуйся. Я уважаю ее решение. Кроме того, даже если она последует за мной, мне нужно сначала узнать правила другой страны, чтобы обеспечить ее безопасность. Тиа вздохнул. Ну, единственное, что я могу вам пообещать, это то, что моя дочь пока не будет вашей обузой. Пепел эксперта мифического ранга, который она получила, был для нее благословением, так что да. Алчность закатила глаза. В любом случае, следуйте за мной. Я отведу вас к себе домой. Хорошо. Тиа кивнул с серьезным выражением лица, когда дуэт направился в каньон. Незаметно для Тиа алчность оглянулась, глядя на домик на дереве. Ее уши могли слышать все, включая их разговор и сожаление Эдварда. Она пробормотала про себя. Прости. Я ошибался насчет тебя. Может быть, в будущем у нас будет что-то общее, как у соседей. После этого они продолжили свой путь, потратив еще три часа, чтобы вернуться в каньон. Она провела Тиа внутрь каньона. К его удивлению, ей не нужно было скрывать свое присутствие, как теневому лису. Каждый монстр, который встречал ее, паниковал и убегал, как будто они боялись ее. Таким образом, путешествие внутри каньона закончилось в одно мгновение. Они достигли центра каньона, который был еще одним утесом. Это мой дом. Алчность указала на дыру в скале. Он был похож на Шадо Фокс, за исключением того, что он был почти вертикальным. Словно поняв его мысли, алчность добавила. Эта хитрая лиса пыталась подражать мне. Брови Тиа дернулись, но он промолчал, как будто принял все, что она сказала. Двое вошли в холм, который оказался ярче, чем он себе представлял. К стене было прикреплено несколько кристаллов. Эти кристаллы засветились, осветив пещеру. Хэм Тиа поднял брови, глядя на эту дыру размером 100 на 100 футов, спрятанную внутри утеса. Поскольку не было стены, отделяющей одну комнату от другой, он вскоре нашел Аву в ее гуманоидной форме. Она мирно сидела с закрытыми глазами. За ней не было ни звезд, ни белого света. Вместо этого молнии продолжали сверкать по всему ее телу, как будто собирались атаковать любого, кто попытается прикоснуться к ней. Это сила, которую можно получить, став монстром общего класса. Алчность объяснила, глядя на дочь. Это так, пробормотал Тиа, наблюдая за Авой. Тебе следует. Прежде чем она закончила, алчность внезапно подпрыгнула в воздух и превратилась в свою человеческую форму. Внезапно тело Авы разрядило молнии, окружившие ее тело во всех направлениях. Алчность поспешно хлопнула в ладоши, когда звезды позади нее ярко сияли. Они произвели свет, который образовал полусферу, став барьером, защищающим ее. И Тиа просыпается, а она скоро проснется. Алчность сузила глаза. Тиа прищурил глаза и огляделся. Он был удивлен, когда увидел царапины по всей комнате, и они были идентичны тем, что сделала Эва. Другими словами, виновником всех этих царапин была Эва. Это пробудило его интерес, поскольку он не мог не спросить. Если вы не против ответить, могу ли я узнать, какое влияние вы оказали, когда эволюционировали в монстра общего класса? Брови алчности дернулись, когда она покачала головой. Я думаю, вам не следует знать. Ну у нас Савой похожий результат, так что вы можете представить его, просто заменив ее молнию лунным светом. Тогда результат будет гораздо более ужасным, когда вы достигнете уровня Кингтс Ласс Манстер. Ага. В это время просто верни ее сюда, чтобы завершить процесс с эволюцией. Если не можешь, можешь вывести ее на открытую местность. Вот и все. Отмеченный Тиа понимающий кивнул. После этого шока вокруг ее тела больше не было молний, и Эва постепенно открыла глаза. Ее сознание все еще было нечетким, но Эва все еще могла различить свою мать и Тиа. Эва удивленно расширила глаза. Кью. Эва на мгновение задумалась, вспомнив, что монстры общего класса должны уметь говорить. Однако, как бы она ни старалась, ей это не удалось. Не нужно так много думать. Это придет само собой, когда все уладятся. Тебе тоже нужно немного поучиться, так что это займет немного времени. Вот почему я приглашаю его сюда, чтобы он мог услышать твой ответ. Алчность объяснила спокойным тоном. Ава ахнула и поднялась с земли. Значит, ты хочешь пойти за ним? Алчность прищурила глаза. Кью. Ава посмотрела вниз, чувствуя себя немного грустно. С одной стороны, она хотела остаться здесь с матерью. С другой стороны, приключения вместе с Тиа звучали захватывающе. Она не знала, что выбрать. Зная это, алчность подошла к ней и погладила по голове. Все в порядке. Если ты хочешь уйти, я не запру тебя здесь. Будь свободен и исследуй мир. Это будет опасное путешествие, но я хочу убедиться, что ты не пожалеешь об этом выборе. Это почему я хочу спросить тебя еще раз. Ты хочешь пойти с ним? Глаза Авы остекленили, как будто она собиралась расплакаться. Она колебалась мгновение, прежде чем в конце концов кивнула головой. Хорошо. Это твой выбор. Если ты почувствуешь усталость или что-то в этом роде, просто возвращайся. Я всегда буду ждать тебя. Кью. Ава прыгнула к матери и обняла ее. Ха-ха. Алчность усмехнулась и повернулась к Тиа. Ну, она не собирается идти с тобой прямо сейчас, но позволь мне сказать это заранее. Пожалуйста, позаботься о моей дочери. Не волнуйся. Ава помогала мне все это время, так что я сделаю все возможные, чтобы защитить ее. Тиа улыбнулся. Как я уже сказал, у вас есть три больших задания. Во-первых, вы научитесь говорить так, чтобы вас никто не слышал. Во-вторых, вы будете контролировать свою трансформацию. Это дает вам силу, но бесполезно, если вы не могу это контролировать. И последнее, но не менее важное. Вы узнаете о человеческой культуре. Это для вас, если вы хотите следовать за ним. Понятно? Алчность повысила голос. Кью. Ава яростно закивала, зная, что идти с Тиа прямо сейчас невозможно. Тиа остался на ночь в этом месте, и ему нужно было вернуться, чтобы уладить все остальное. Он также не обновлял свой статус из-за многих событий. Перед уходом алчность повернулась к Тиа. Когда Ава будет готова, я пришлю ее к тебе домой. Не волнуйся, это займет не больше двух месяцев. Обещаю. Тиа посмотрел вниз, бормоча про себя. Хэм, у меня есть несколько дел, которые мне нужно сделать дома. Во-первых, обновить мой статус в обоих храмах. Затем мне нужно тренировать свой контроль, особенно материализацию. Мне также нужно подготовить свое осознание к встрече с богиней. Я также должен позаботиться о контракте или других. В таком случае я уеду через одну-две недели после своего дня рождения. Это единственное, что я могу сейчас сделать. Поняв, что ему нужно сделать, он посмотрел на алчность и кивнул. Да. Я не думаю, что пойду куда-нибудь, если только это не будет чем-то большим. Это хорошо. Алчность улыбнулась и повернулась к Эве. Попрощайся с ним. Ава подняла голову и снова опустила ее с грустным выражением лица. Тя согнул колени и протянул руку. Все в порядке. Мы скоро встретимся. Кью. Ава прыгнула вперед и вцепилась в грудь Тя, словно не хотела отпускать. Тя просто гладил ее по голове, пока она, наконец, не отпустила его. Кью. Ава помахала Тя рукой, сказав, что встретится с ним снова. Тя помахал в ответ, уходя с теневым лисом, который должен был вывести его из каньона. Пока Тя возвращался, было много движений из разных мест. В особняке семьи бога войны, Дави сел перед седовласым стариком. У него было торжественное выражение лица, пока старик спокойно потягивал пиво. Отец. Ты уверен в этом? Дави нахмурил брови. Не обращая на него внимания какое-то время, он допил пиво в руки. Ах, как и ожидалось, я люблю пиво. Отец. Дави прищурил глаза, призывая его ответить на свой вопрос. Хэм. Это плохая девчонка. Подумать только, она пыталась заманить меня в ловушку всем этим. Старик отвел взгляд. Но она сделала тебе предложение, от которого ты не смог отказаться. Да, но у этого старика все еще есть чувство собственного достоинства. Мне нужно отшлепать ее в следующий раз, когда я ее увижу. Старик вздохнул. Итак, кто сделал ход? Только наша семья и эта группа звезд. Великобритания собиралась отправиться в Терсланд, но они отменили его в последнюю минуту. Я думаю, это связано с британской королевской семьей. Египет, Япония и Китай решили не участвовать в этом. Что касается Индии, я не уверен в них, но я не думаю, что они пригласят его. Внезапно он нахмурил брови для одной конкретной группы. Вы сказали звездная группа? Не звездная группа? Да. Кажется, Старграуп планирует приобрести его, чтобы представить его Старграуп. Хо, это интересно. Он задумался на мгновение и улыбнулся. Хорошо, я меняю свой план. Дави в замешательстве склонил голову. Я пойду туда лично. На его лице появилась ухмылка. Дави просто не мог поверить в то, что сказал. Он думал, что придет Агата. Хаймыф. Я даже не знал о существовании моего внука почти 18 лет. Очевидно, я хочу навестить его как можно скорее. С этим стариком, кто посмеет напасть на нас? Старик невольно расхохотался. Кроме того, есть еще одна причина. Еще одна причина. Дави широко открыл глаза. Держу пари. Эта плохая девочка не предсказала, что я приду лично. Ха-ха-ха. Старик начал уходить, довольный. Это не повод. Старик поднял палец. Эта плохая девчонка замышляет что-то большое. Даже я не вижу масштабов этого плана. Однако он может поколебать основы всей семьи Гриффитов. Вся семья Гриффитов. Дави задохнулся. Семья Гриффитов была большой. Их можно было сравнить с ней, но даже с помощью двух других влияний того же уровня. У них все равно не было уверенности в уничтожении семьи Гриффит. И он сказал, что Валерий планировала поколебать это самое основание. Дави просто не мог в это поверить. Все равно план мне не нравится. Как она посмела скрывать от меня симпатичного и способного внука. Он даже пострадал из-за этого. Хэм, я все еще злюсь. Я перехитрю ее этим. Старик надулся, уходя, оставив Дави одного. Дави почесал затылок. Несмотря на то, что старик сказал эти слова, он все еще заботился о Валерии Теа. По этой же причине он собирался лично приехать в Терсланд. Что ж, пожалуй, я позову сюда Агату, чтобы тот сопровождал его. Так я выиграю последний смех. Дави усмехнулся. Держу пари, ты не думаешь о том, чтобы привезти ее, верно? Дави поднялся с пола и нашел два листка бумаги рядом с тем местом, где сидел старик. Оказалось, что это билеты на самолет. А учитывая, что было два билета, это означало, что он подумал о том, чтобы взять с собой Агату. Брови Дави дернулись, когда он пробормотал. Хитрый старый лис. Вы просто не можете нанести удар своему ребенку, а, хоть он и не слышал информации, он все предположил и уже составил план. Нет, он сказал, что меняет свой план, но на самом деле он просто пытается заставить меня так думать. Я не в первый раз вижу его, но, думаю, именно поэтому он благословлен богиней Афиной. Дави был впечатлен способностями своего отца, но все же недооценил свой план. В другом месте Майя стояла перед своим отцом и говорила. Папа, я хочу, чтобы ты лично поехал в Терсланд. Папа, я бы хотел, чтобы ты лично поехал в Терсланд. Майя подошла к отцу и с серьезным выражением лица хлопнула его по рабочему столу. У мужчины средних лет перед ней были короткие светлые волосы и глубокие голубые глаза. Он носил очки, белую рубашку и серый костюм. Отложив работу, он поднял голову и посмотрел дочери в глаза. Хэм, извините, я только что закрыл его. Можешь повторить? Я бы хотел, чтобы вы лично отправились в Терсланд. Терслинд. Мужчина средних лет прищурил глаза и вспомнил об этом. Ах, вы говорите о Теодоре Гриффити? Да. Майя без колебаний кивнула. Я лично убедился в его силе, и я считаю, что он является хорошей инвестицией. Ну. Мужчина средних лет почесал затылок, словно не соглашаясь с ней. Я не знаю о его лояльности. Если он куда-то уйдет, боюсь, я потеряю несколько миллиардов. Я знаю, что ты это скажешь. Майя фыркнула и коснулась своего скайлинга, прежде чем на экране появилось письмо. Мужчина средних лет закрыл глаза и сказал спокойным тоном. Ты уехал к дедушке, а? Хаймыф. Я знаю, что ты не поможешь мне, если я не сделаю этого. Майя отвернулась, надувшись. Кто это сказал? Я всегда поддерживаю все, что вы делаете. Мужчина средних лет нахмурил брови. Послушайте, я перестал работать, так как вы хотите поговорить со мной. Хайм. Ты всегда говорил что-то подобное, даже не упоминая, сколько времени мы провели вместе. 24-7. Я был бы счастлив, если бы ты мог проводить со мной по часу каждый день. Но это не важно. Майя продолжала дуться, требуя. Я все еще хочу, чтобы ты поехал туда. Ты не можешь поехать туда лично. Я верю в эти инвестиции. Кажется, у вас твердое мнение о нем. Вы влюбились или что-то в этом роде? Если вы скажете да, я немедленно поеду туда. Я не могу позволить себе иметь свою дочь без мужчины или идти боком. Мне нужен внук. Доченька. Мужчина средних лет покачал головой. Брови Майи дернулись, когда она в гневе ударила по столу. Я мог бы и проиграть ему, но он для меня всего лишь инвестиция. Больше ничего нет. Если ты не хочешь идти, хорошо, я пойду один. Когда Майя уже собиралась обернуться, мужчина средних лет усмехнулся. Она остановилась, когда услышала этот смешок, обнаружив, что холодное лицо отца растаяло. Прости, прости. Я просто не мог не дразнить тебя, узнав, как сильно ты хочешь его. Мужчина средних лет прикрыл рот рукой и некоторое время продолжал смеяться. Папа. Майя нахмурила брови. Никита прислал мне отчет о нем. Он действительно очень талантливый человек. Нет, я могу сказать, что он монстр. Какой бы сценарий я ни играл, он меня пугал. И он страшнее, чем вы думаете. Человек сделал паузу на мгновение, поднимая любопытство Майи. Что ты имеешь в виду? Майя нахмурила брови. Вот почему я все еще твой отец. Тебе нужно больше узнать о бизнесе. Какое самое сильное оружие у нас есть? Деньги, убежденно сказала Майя. Мы не можем делать дерьмо без денег. Ее отец ошеломленно смотрел на нее несколько секунд, прежде чем небрежно сказал. Хорошо, хорошо. Допустим, ты прав. Что ты должен сделать в первую очередь, получив деньги? Что ты имеешь в виду под этими словами? Я был прав. Нет, дорогой. Мужчина средних лет покачал головой. То, что вам нужно сделать, это провести расследование. Вы не можете иметь деньги или свое самое сильное оружие, не зная всех видов информации. Ты просто не хочешь признать, что я прав, не так ли? Ты моя дочь, заявил мужчина средних лет с каменным лицом. Он просто в шутку напомнил ей, что отец и дочь не такие уж разные. Оба они были упрямы. Хэм. Просто скажи информацию. Майя уставилась на него. Хорошо, хорошо. Благодаря моему другу я заметил движение. Из семи стран Италия. Единственное, которое приближается к тебе. Почему? Почему? Майя с любопытством нахмурила брови. Все просто. Он из семьи бога войны. В конце концов, он единственный, кто может заставить этого старого маршала двигаться. Старый маршал. Майя втянула холодный воздух. Святой войны. Леонардо Герриро. Ага. Он едет в Терсланд. Но почему ты говоришь, что он из семьи бога войны? Разве он не из семьи Гриффит? Майя на мгновение задумалась. Это потому, что вы не испытали этого тогда, ваши знания слишком поверхностны. В то время семья богов войны чуть не начала войну против семьи Гриффит. Из-за определенного побега с участием нынешнего святого мага и валькирии. Волшебный святой Рей Гриффит. И валькирия Валерий Герриро. Причина, по которой прибыла святая войны. Майя сделала шаг назад, понимая важность вопроса. Думаю, ты это понял. Мужчина улыбнулся и отрицательно покачал головой. На этот раз мы потерпели от него поражение. Нет, не только мы, но и другие страны. Майя посмотрела вниз, обдумывая слова отца. Не говори мне, причина, по которой ты и дедушка тратили мое время на все эти сватовства. Да, мы просто следуем правилу, установленному этим человеком. Мужчина кивнул. Его не зря называют святым войны. Семья богов войны послала Агату Моту, потому что она заинтересовалась им. Однако это было лишь прикрытием их истинных намерений. Они знают, что если семья бога войны переедет лично, другие страны начнут подозревать. Я не знаю, что это такое, но участие папы, должно быть, было планом этого старого леса. Он пытался сделать папу в центре внимания, пока предоставление Агате информации о семье бога войны. После этого Китай угнетал все эти страны. Они считали, что характер Теодора Гриффита и учения папы не могут ужиться, а вы были просто слишком высокомерны для Теодора Гриффита. В любом случае, обе комбинации были невозможны. Теперь, когда все отступили, старик лично делает свой ход, обеспечивая безопасность Теа и все остальное во всех этих странах. При таком сроке у других стран не будет достаточно времени, чтобы отреагировать. Другими словами, они не могут ничего предложить Теа, потому что Теа им точно не поверит. Таким образом, в конкурсе только мы. Даже если он не получит Теа, нам все равно нужно поднять предложение выше его. Семья богов войны. Или вы можете сказать карт-бланш побольше, даже если другие страны попытаются принять участие в это время. Им нужно будет предложить гораздо больший карт-бланш, чем нам. В любом случае, его внук не пострадает от любого выбора, который он сделает. Мужчина издал долгий вздох. Этот проклятый хитрый старый лис. Он использует мою собственную экономическую войну в своих интересах. Тело Майи задрожало, когда она поняла, что все просто танцуют на его ладони. Значит, это святой войны. Итак, дочка. Он улыбнулся. Как насчет того, чтобы завести мужа прямо сейчас? Сделай еще одну дочь и найди ей мужа несколько дней спустя. Теа наконец вернулся домой. Обдумав информацию Бена Ланге, Теа в конце концов решил остаться до своего дня рождения, который должен состояться в следующем месяце. Он не жалел усилий, чтобы прийти в храм, чтобы обновить свой статус. Он и не подозревал, что его хозяин двигался в темноте. Она следовала за Теа, потому что его родители все еще были рядом с ним. Сидя в нескольких сотнях футов от него, она заметила какие-то движения. Хэм, несколько крыс. Нина пересчитала их, прежде чем исчезнуть. Ее первой целью был мужчина средних лет, стоящий недалеко от дома Теа. Мужчина средних лет почувствовал ее присутствие, но Нина уже схватила его за шею, ударив током. Она уничтожила там камеру, так что никто не заметил, как человек внезапно исчез, потому что Нина тащила его со скоростью, превышающей их глаза. Ей потребовалось несколько минут, чтобы убить в общей сложности 10 человек вокруг дома Теа. Она взяла их удостоверение личности, выданное храмом, и превратила их тела в пепел своей молнией. После этого она направилась к семье Ланге, принеся их визитки. Глядя на огромный особняк, возвышающийся так, будто они не сделали ничего плохого, она пришла в ярость. Ну, с этой проблемой должен справиться Теа, но... Нина стояла перед особняком. Она подняла ногу, прикрывая ее своей молнией. Бам! В следующее мгновение нога топнула по земле, и сверкнула молния. Район превратился в кратер в одно мгновение, а искра разрушила все здания, оставив лишь несколько столбов. Большой особняк вскоре рухнул на землю и превратился в груду щебня. Что? Что происходит? Изнутри раздался крик, за которым последовала серия криков. Все были в шоке и не могли понять, что происходит. Нина только что разрушила особняк одним ударом. Однако она позаботилась о том, чтобы никто не погиб, особенно невинные. В конце концов, она не хотела повторить то же самое, что сделала тогда. Эндаланги поспешно вышел из своего особняка и увидел горящую траву. Здесь не должно быть искры огня, но свежий запах Гарри ударил ему в нос. Вскоре он понял, что что-то происходит, и нашел три предложения. Вы обязательно умрете через несколько лет. Побег означает, что я лично убью тебя. Ты должен просто принять свою смерть позже. Тон был высокомерным, но донес сообщение. Эндаланги в шоке расширил глаза, задаваясь вопросом, кто только что разрушил его дом. Он заметил воронку, что указывало на то, что в нее что-то попало. Но даже он, эксперт высшего ранга, не мог сделать что-то подобное. Эксперт мифического ранга. Его тело начало неконтролируемо трястись, когда он стиснул зубы. Его взгляд был полон гнева, когда он кричал. Черт возьми. Нина была не в настроении больше с ним играть и просто оставила карты там, не задумываясь. Понял он, что они там или нет. Разрушив особняк семьи Ланге, она вернулась в то место, куда не ступала нога почти два десятилетия. Она стояла перед особняком семьи Эйлрик. Теперь, когда Ры и Валерий приехали в эту страну, она, наконец, снова смогла всех увидеть. Такое ностальгическое чувство. Тихо пробормотала Нина, глядя на особняк. Прошло так много времени с тех пор, как я в последний раз стоял здесь. Внезапно сзади раздался голос старца. Ты, ты. Нина улыбнулась и обернулась, глядя на него с обожанием. Пришел никто иной, как Нарт и Эйлрик, ее муж. Ты возвращайся. Нарт несколько раз хватал ртом воздух, так как не мог поверить человеку, которого увидел. Прошло 17 лет, муж. Ты, должно быть, теперь ненавидишь меня. Нарт посмотрел на нее и подсознательно приблизился к ней. Он также заметил ее силу и прикусил губу. Ты стал хозяином Тиа, что требует от тебя силы мифического ранга. В тот момент, когда Нарт подошел к ней, он крепко обнял ее. Ты вернулся. Теперь ты вернулся. Мне жаль, что я ничего не могу для тебя сделать. Мне жаль, что тебе нужно так много работать. Нет, я должен сказать прямо сейчас. Добро пожаловать домой, любовь моя. Нарт крепче обнял, выражая тоску. Ей было грустно, что она не смогла встретиться с ним раньше. Даже когда она объяснила их ситуацию, она могла только отправить ему сообщение, не встречаясь с ним напрямую. Теперь, когда приехали родители Тиа, она, наконец, снова смогла увидеть свою семью. Мне жаль, что я так долго не возвращался. Пока ты вернешься, все хорошо. Все хорошо. Нарт отказал ей, выразив свои чувства. Его больше не заботило время. Пока она вернулась, этого было достаточно. Он также знал, что Нина, должно быть, через многое прошла. Учитывая, что он застрял на высшем ранге, пока она была влиятельным экспертом мифического ранга. Как Джеймс и Надя. Они в порядке. Джеймс ушел, а Надя все еще тает обиду. Хотя, это не до крайности. Я верю, что у них все будет хорошо. Нарт улыбнулся, объясняя ей это. Как вы? Сейчас я чувствую себя прекрасно. Не волнуйтесь. У меня пока нет планов выходить на улицу. Я буду проводить все свое время со всеми вами. Это хорошо. Это хорошо. Как насчет аллеи? У нее все в порядке. Она прогрессирует, как на дрожжах, как и ты. Прямо сейчас она готовится к выпускному. Почему она должна получить высшее образование? Это просто услуга. После этого Алия уедет за границу. Хотя я не знаю о ее выборе. Вообще-то у меня есть связи за границей. Как насчет того, чтобы я попросил их позаботиться об Алия? Я думаю, она легко сможет достичь высшего ранга. Думаю, это также плата за мои услуги. Не волнуйтесь. Быть где-нибудь рядом с семьей Гриффит и их филиалами. Все в порядке. Все в порядке. Давай сначала войдем. Мы можем поговорить об этом внутри. А пока тебе следует немного отдохнуть. Ты слишком много работал. Нарт.